Итак, 11 часов, давайте начинать. Меня зовут Алексей Яковлев, я являюсь руководителем образовательного центра силстадии.ру, а также генеральным директором компании Семкомплекс. Сегодня мы проводим 35 онлайн-семинар по интернет-маркетингу, который будет называться «Берем опыт конкурентов, делаем лучше». Обращаю ваше внимание, что 7 июня в Санкт-Петербурге пройдет конференция ConversionConf 2013 «Трафик конверсии и продажи», на которой эксперты в области повышения эффективности работы сайта и контекстной рекламы, а также специалисты по юзабилити, веб-аналитике, поделятся секретами повышения продаж через увеличение рекламного бюджета и через оптимизацию рекламного бюджета, через оптимизацию самого сайта, как повысить онлайн-продажи за счет каких-то трюков, техников. Часть этих вопросов мы снимем сегодня, но сегодня у нас такая короткая программа, а там в течение 8 часов в Санкт-Петербурге очно мы проведем такое мероприятие 7 июня 2013 года. Также 25 и 26 июня пройдут мастер-класс и тренинг интенсив по повышению конверсии в Украине, в Киеве, на которых в сжатые сроки будут рассмотрены основные инструменты онлайн-рекламы и особенности работы с ними. В том числе будут разобраны такие инструменты повышения продаж, как ремаркетинг, создание целевых страниц, юзабилити, персонализация сайта. Регистрация открыта на сайте seostadie.ru. Как все прошлые семинары, сегодняшний семинар будет проходить следующим образом. Выступает докладчик, затем вы задаете ему вопросы. Вопросы можно задавать текстовыми сообщениями. Мы будем переводить, зачитывать их докладчику. Если вы хотите задать вопрос голосом, то вы опять же в чате пишите, что у меня есть микрофон, и я хочу задать докладчику вопрос голосом. Мы будем включать вам микрофон, и вы могли самостоятельно его задать. Теперь я передам слово Марине Деминой. Она вам более подробно расскажет о сегодняшней программе и о регламенте выступления. Марина. Доброе утро всем. Меня зовут Марина Демина. Я представляю интернет-издание SEO News. Как уже сказал Алексей, сегодняшний семинар называется «Берем опыт конкурентов, делаем лучше». Коротко расскажу о сегодняшней программе. Откроет наш вебинар Александра Тачалова из компании 7Rush. Она расскажет про автоматизированный анализ конкурентов, как правильно освоить чужой опыт. Затем Андрей Иванов в компании Neuron раскроет тему, как увидеть успехи и ошибки в рекламе конкурентов. Завершенный вебинар Алексей Яковлев, руководитель Центра дистанционного обучения интернет-маркетингу. Он расскажет тему «Повышение онлайн-продаж ориентирует на опыт конкурентов». На каждый доклад отведено около 40-45 минут. Далее вы можете задавать ваши вопросы. Итак, не будем терять время. Я передаю слово Александре. Александра, доброе утро. Доброе утро. Сейчас, секунду, не могу найти, где пошарить свой экран. Сейчас, секунду, мы сделаем докладчик. Ага, спасибо, а то не вижу кнопочки. Марин, может у тебя получится? У меня почему-то не перескакли. Да, все видно. Ага, чудесно. Так, мой экран все видят, да? Да, все видно. Спасибо большое. Сейчас буквально открою презентацию. Еще раз доброе утро. Меня зовут Александра. Я представляю компанию «Семраж» и хочу вам рассказать про автоматизированный анализ конкурентов. И, конечно же, о том, как этот опыт увидеть, да, тот опыт конкурентов, который мы хотели бы перенять, да, и как его правильно понять. В данном случае хочу свой доклад построить с того, что расскажу сначала про то, как проанализировать конкурентов способами бесплатными. Потом расскажу про анализ конкурентов «Семраж» непосредственно в том сервисе, который я представляю, и, наверное, который сейчас является на российском рынке одним из лидеров по предоставлению таких услуг. Вообще, на самом деле, понимание конкурентов в выдаче как рекламы, так и органической – это достаточно трудоемкий процесс, который заставляет нас, так скажем, собирать сначала ключевые слова из Keyword Tool, для того, чтобы составить какие-то базовые запросы, да, которые делают потенциальные наши покупатели, которые нас интересуют, в непосредственно поисковых системах. Потом мы, естественно, обращаемся в Google Analytics, дальше мы делаем эти поисковые запросы вручную, и таким образом мы получаем наших конкурентов. Предлагаю немного попробовать автоматизировать этот процесс, используя те сервисы, которые мы сейчас рассмотрим. Сейчас я уйду в браузер для того, чтобы непосредственно показать каждый из сервисов. Начну с Ubersuggest Tool. Я думаю, что на самом деле многие про него знают. Это такой сервис, который позволяет бесплатно собрать автоматические подсказки из выдачи Google. Его достаточно, ну, я бы не сказала, что постоянно, но достаточно часто его улучшают, добавляют изменения в него и дают более полную информацию. Теперь в нем можно выбирать языковые базы и выбирать поиск, откуда мы будем. Давайте попробуем по запросу, например, «Бытовая техника». Посмотреть, что мы увидим. Мы выбираем русский язык, естественно, оставляем веб, поскольку сервис бесплатный, то, к сожалению, приходится вводить в капчу, потому что они ограничивают от парсинга себя, предохраняют таким образом. Ну, вот мы сейчас, буквально через секунду, мы увидим достаточно полный список запросов, которые предлагает Google. Даже в данном случае сервис услуживо нам помогает и расширяет выборку путем добавления разнообразных символов. Вот можно посмотреть. Единственное, для нас, может быть, минус, то, что здесь есть и английские символы. Я не знаю, насколько это актуально на Ру-маркете, но, может быть, в каких-то локальных вариациях, возможно, они тоже могут помочь. Соответственно, мы можем скопировать всю эту выборку и добавить себе в риск, таким образом, достаточно серьезно расширив то, что мы собрали в Keyword-туре и Google Analytics. Что можно предложить еще, помимо Ubersuggest Tool? Бесплатный генератор слов от SEO-бука. Тоже достаточно известная вещь. Часто почему-то в Ру-зоне про него не упоминают. На самом деле, очень полезная вещь, которая, так скажем, оберегает нас от составления сложных формул в Excel и дает расширить те поисковые запросы, которые мы придумали или собрали из Google Analytics, путем просто их разбиения на какие-то значения и путем их между собой пересечения. Сейчас, собственно говоря, покажу, как пользоваться, как это выглядит. Ну вот, например, давайте так, предлагаю техника, потом бытовая здесь, здесь будет, допустим, холодильник, и здесь будет несколько LG, Indesit, Zanussi напишем. Что мы увидим? Дальше мы можем, естественно, добавлять для лендингов, для того, чтобы вставлять в код лендингов здесь URL и BID, но на данном случае нам это не надо, мы просто хотим посмотреть пересечение этих слов. Вот, он, соответственно, предлагает собрать вот так вот. На самом деле, можно расширять. Так, секунду, немножко неправильно сгенерил. Так, холодильники, бытовая. Так, секунду. Так, к сожалению, почему-то, то ли он сегодня не хочет, не знаю, у меня странно, еще курсор мигает. На самом деле, буквально вчера он просто давал соотношения, то есть он все эти, проходил все эти слова, когда нажимал generate, то он просто их между собой пересекал, и получалось достаточно расширенное семантическое ядро. То есть, благодаря тому, что он брал холодильники плюс техника плюс LG, это получалось одно. Потом он брал холодильники техника LG Indesit, холодильники техника Zanussi и так далее. То есть, и получалось здесь достаточно большой лист. Сейчас не могу понять, по каким причинам он не хочет этого сделать, но я думаю, что это у них техническая какая-то неисправность. То есть, на данный момент он просто отказывается этого сделать. Но вообще, на самом деле, все прекрасно работало, как тут и описано. Он берет их пересечения и ставит между собой. По каким-то причинам именно сейчас я не могу этого показать, но это тоже очень полезная вещь, и он достаточно расширяет. Я думаю, что проблема в том, что поскольку эта вещь бесплатная, то, возможно, работа нестабильна. Далее предлагаю посмотреть, я думаю, что тоже тем извешенная вещь, Alexa. Позволяет здесь нам посмотреть немного больше, чем все предыдущее, то, что я говорила. Помимо всего прочего, мы можем там посмотреть домены, которые появляются в выдаче по выбранным непосредственно вами ключевым словам. И можно посмотреть их уже непосредственно. То есть, посмотреть аналитические данные по этим доменам, географические охваты и прочие объемы там трафика и прочие метрики. Также можно изучить аудиторию ресурса. Давайте посмотрим. Например, давайте попробуем запрос «Бытовая техника». Так же будем. Так, что мы видим? Мы видим, естественно, какие-то домены. Например, розетка.com.ua. Я точно знаю, что действительно домен связан с бытовой техникой. И здесь можно уже более детально рассмотреть его. То есть, мы видим, что, во-первых, он находится в основном, трафик получается из Украины. У него достаточно большой трафик. Дальше мы можем рассмотреть его поисковые запросы. Они находятся вот здесь. Также мы можем посмотреть какие-то изменения в поисковых запросах. Здесь показывает нам Alexa. По поводу изучения аудитории мы можем посмотреть вот здесь. То есть, мы здесь видим возраст аудитории, образование, какие-то локальные данные. Эти данные Alexa собирает благодаря своему тулбару, который бесплатен. Люди его устанавливают. То есть, здесь он, в принципе, предлагает тоже нам установить тулбар. Вот здесь еще ниже мы видим географические данные. То есть, на самом деле, действительно, у нас 80% трафика мы видим из Украины. Все остальное другие страны в меньшем соотношении. И благодаря, соответственно, тулбару, который устанавливает юзеры на свой компьютер, Alexa собирает данные, систематизирует их и хранит. Естественно, что поскольку сервис бесплатный, то данные в таком достаточно ограниченном количестве. И, конечно, это позволяет нам понять много нюансов, которые нам, естественно, было бы сложно понять, если бы мы проходили это руками, проверяли. То есть, здесь можно хотя бы посмотреть, подходит ли нам по географической выдаче этот сайт или нет. Или понять по какой-то аналитическим запросам, подходит нам этот сайт или нет. То есть, также можно здесь расширить, естественно, тот набор ключевых запросов, который у нас есть, проходя, то есть, еще расширяя его, то есть, переходя по каким-то словам, можно еще попытаться расширить. Далее, на самом деле, имея уже какую-то базу запросов, мы можем дальше перейти к поисковой выдаче. Что, вообще, на самом деле, сейчас мы переходим к самому неприятному, трудоемкому моменту, когда мы должны все те запросы, которые мы собрали, да, с помощью Google Keyword Tool, с помощью Google Analytics, с помощью того, что мы пошли, допустим, воспользовались Uber Suggest, там собрали auto-suggest, да, из того, что автоматически предлагает нам Google. Плюс мы использовали SEO Book для того, чтобы увеличить наши, значит, запросы путем пересечения слов, да, просто составления более длинных слов, либо, например, когда у нас есть, то есть, на самом деле, для чего еще может быть полезен SEO Book, когда у нас есть, например, телефон и куча его моделей. И, например, еще в конце мы какую-то хотим добавлять слово, там, не знаю, акция. И нам надо, чтобы этот телефон плюс куча моделей, да, плюс слово акция, и это все надо пройти быстро. То есть, естественно, мы можем создать формулу в Excel и быстро пройти эти ячейки, да, но, возможно, по каким-то причинам кому-то неудобно работать в Excel, и мы можем использовать в данном случае SEO Book как вариант, естественно. Чем, значит, дальше мы, естественно, пойдем посмотрим в Алексе запросы какие-то, которые у нас есть, да, для того, чтобы, возможно, в тех запросах, в которых мы сомнимаемся, нам не до конца, мы уверены, что действительно по этим запросам есть какие-то для нас, ну, то есть это наши 100% ниши, чтобы их откинуть и ручную работу лишний раз не повторять. Мы можем проверить это в Алексе, посмотреть, насколько действительно это совпадает с нашими предположениями, и все равно мы обратно возвращаемся к тем, что у нас есть в поисковую выдачу, где в поисковой выдаче, естественно, нас интересует, если нам нужен AdWords, нам нужно не только органику собирать, да, в Excel монотонно, но и, естественно, тот AdWords, который мы видим. При этом, естественно, что для того, чтобы собрать весь AdWords, нам надо делать по несколько запросов. Ну, AdWords, к сожалению, ничем помочь не могу в данном случае, но вот есть Google Scarpel Tool, которую я совершенно случайно наткнулась в интернете. Она несколько облегчает судьбу людей, которые хотят собрать своих конкурентов в органической выдаче. Значит, соответственно, как она выглядит, что она нам позволяет. Выглядит она совершенно просто, вот так вот. Мы видим то, что здесь, соответственно говоря, краткая инструкция, да, прочитаю. Надо поставить то ключевое слово, которое вы собираетесь посмотреть в выдаче Google, в ячейку B1. Например, поставим ключевое слово в ту же бытовую технику. Дальше нам надо определить в ячейке B2 количество результатов. Ну, например, я сейчас увеличу до 100 его. То есть максимально здесь чуть больше 100. То есть я пробовала ставить 200, но 200 он не дает посмотреть, то есть там где-то получается 104 максимально. В ячейку B3 мы ставим ту базу Google, которую мы хотим увидеть. Лично проверяла под американской IP-шкой. Действительно обращается к правильной базе данных Google. И то, что я сравнивала между американской IP-шкой, выдачей, и то, что я вижу в выдаче здесь, когда он собирает, действительно вполне совпадает с действительностью. Насколько, конечно, это локализовано, если говорить, например, про выдачу какого-нибудь подмосковной области, я думаю, что нет. Но если говорить про геолокацию общую, какой-то страны, например, или как там Google их объединяет, то я думаю, что она вполне корректна. И последнее, что можно сделать, это, например, начать собирать не с первого результата в B4 поставить, а с результата, например, 20-го. Ну, то есть со второй страницы. Нет, 20-го это будет с третьей страницы. То есть, если я начну, к примеру, с 11-го результата, то это будет со второй страницы выдачи Google. Ну, то есть, и дальше нажимая Enter, он немножко думает, и вот выдает мне список 100, собственно говоря, доменов, которые он видит в выдаче в зоне RU по ключевому слову «бытовая техника». Соответственно, здесь единственное, что можно сделать в данном случае по поводу конкретно этого варианта, если у кого-то есть навыки программирования, то вот можно использовать на гитхабе выложен код. Его можно использовать. Соответственно, его можно автоматически настроить так, чтобы он сам обращался по тем запросам, по которым надо, и в той регулярности, с которой вам надо. Если мы это делаем, то есть, руками, к сожалению, то здесь, по-поединственному, можно что сделать, еще его расклонировать на странице, если кому-то от этого будет удобнее работать. Собственно говоря, то, что вот сейчас я все перечислила, это все очень сложный, достаточно трудоемкий процесс, который, в общем и целом, да, он бесплатен. И это факт. Только помимо того, что он бесплатен и действительно не требует особых знаний и навыков, то есть на самом деле выполнять такую работу можно посадить человека, ну, в принципе, любого, который обрадает достаточным умением, я не знаю, работать в поисковой системе, объяснить ему, что надо, да, там даже, грубо говоря, имея какой-то базовый ключевых запросов набор, то есть можно уже ему говорить, что просто надо собирать с помощью вот тех инструментов, которые есть, запросы, и, собственно говоря, получить в итоге исходный лист. При этом можно, то есть, как лично, да, так как человеку, которому мы скажем это делать, он может это делать с любой регулярностью и честнотостью. Помимо вот таких вот очевидных плюсов, есть, конечно, и минус. Во-первых, это очень трудоемкий и длительный процесс. То есть, на самом деле, я думаю, что, чтобы все это совершить, вам надо, я думаю, что потратить, ну, день, я думаю, а может быть и два, потому что после того, как мы соберем все данные из автоматического сбора, да, данных из выдачи Гугла, нам еще надо будет эти все домены проанализировать, найти между ними совпадения и составить такую сводную таблицу пересечений, да, и вывести из них какой-то топ конкурентов. После чего уже, да, мы, имея топ конкурентов, мы будем их, опять-таки, да, нам надо их промониторить будет, опять вернуться в выдачу, опять собрать, попытаться собрать какие-то запросы с ними связанные, ну, и так далее. Также у нас достаточно большая вероятность возникает того, что информация является неполной, и это может сильно искажать реальную ситуацию, потому что, на самом деле, мы можем найти не все запросы, по которым пересекаются с конкурентами, и выявить неправильный топ, либо мы можем выявить неправильных конкурентов, которые к нам относятся не, допустим, не в том направлении, да. Но это, конечно, маловероятно, потому что мы все будем этих конкурентов наверняка проверять руками, и я думаю, что второй вариант, он менее возможен, а вот то, что мы действительно не можем собрать всю информацию, это действительно, я думаю, что факт. Помимо всего прочего, нам надо, самое для меня лично неудобное в этом всем, то, что необходимо собирать данные из разных источников и потом их сводить в один. То есть нам надо посмотреть в одном месте, нам надо посмотреть в другом месте, нам надо посмотреть в третьем месте, при этом, как бы, не дай бог нигде не ошибиться, и все это свести в каком-то четвертом месте к единому знаменателю достаточно сложно. И что крайне также важно, то что эта информация, она должна обновляться раз в месяц хотя бы, хотя на самом деле лучше бы, чтобы чаще, потому что если мы следим действительно пристально за изменениями наших конкурентов, особенно если мы говорим про какой-то e-commerce, когда нам надо постоянно видеть, что конкуренты запускают какие-то новые предложения, акции или что-то еще, чтобы от них не отставать, то это становится действительно еще и очень, опять-таки, времезатратным процессом, потому что проходить это раз в месяц, это еще как-то допустимо проходить, это, например, раз в две недели, это уже, ну, в общем, совсем неприятно. И что же нам делать в таком случае? Что я могу предложить? Я могу предложить рассмотреть Семраж, который на самом деле может все это заменить и плюс еще дать нам гораздо больше, чем мы можем, может быть, подозревать или как-то думать. Естественно, хочу сразу оговорить, что по поводу Семража есть другие сервисы автоматизированного сбора информации и показывания, да, именно с точки зрения конкурентного анализа. Это, например, SpyWords и это все. И эти сервисы также предоставляют эту информацию. Но поскольку я являюсь экспертом в области знаний, связанных с Семражем, то я думаю, что вполне будет законно, если я вам покажу несколько кейсов работы непосредственно в Семраже и не знаю, докажу ли я вам или нет, да, что это гораздо удобнее, проще и приятнее. Так, давайте пойдем в Семраж и посмотрим, что можно сделать непосредственно в сервисе. Начнем с такой отрывной точки, что представим, что я владелец домена Eldorado.ru и я вот хочу посмотреть по этому домену своих конкурентов. В поисковую строку я вбиваю Eldorado.ru и, соответственно, здесь вижу разнообразную информацию. Давайте сразу перейдем, предлагаю, к конкурентам. Значит, что мы видим? Мы видим конкурентов поисковой выдачи. Давайте их раскроем, посмотрим на них поближе. В данном случае мы видим конкурентов поисковой выдачи, которые отсортированы по уровню конкуренции. Что такое уровень конкуренции? Уровнем конкуренции в Семраже мы считаем значение, которое мы самостоятельно рассчитываем на базе того пересечения ключевых слов у доменов и соизмеримости их размеров. То есть, к примеру, представим, что... То есть, если мы сейчас, например, отсортируем по ключевым словам, то мы увидим, что Яндекс, да, домен Яндекс, он тоже по соотношению ключевых слов пересечений с Eldorado.ru является конкурентом с этой точки зрения. Однако, естественно, мы прекрасно понимаем, что Яндекс по соотношению к Eldorado не имеет отношения, никакого не имеет к Eldorado. Соответственно, мы пытаемся благодаря вот этой вот колоночке уровня конкуренции, верну его обратно, посчитать именно ваших конкурентов, а не просто те домены, которые имеют одинаковые ключевые слова в органической выдаче с вами. Соответственно, мы можем здесь все посмотреть. Предлагаю сразу же отправиться и посмотреть конкурентов рекламной выдачи. Здесь точно такая же ситуация, точно такая же история с уровнем конкуренции. И здесь мы тоже видим наших конкурентов по домену Eldorado.ru. Как нам посмотреть общие ключевые слова между этими доменами? Очень просто. Просто переходим по значению общие ключевые слова. Ключевые слова – это суммарность, это общие ключевые слова. Вот мы видим, соответственно, общие ключевые слова по Eldorado.ru.ru. Здесь мы видим позиции. То есть, на самом деле, также мы сейчас, я предлагаю посмотреть, то есть, поскольку мы здесь находимся в этом отчете, в сравнении двух доменов, то предлагаю посмотреть у Eldorado.ru уникальные ключевые слова, которые есть у ваших конкурентов. Сейчас мы вставляем NVIDIA в первую строчку, Eldorado. Во вторую делаем значение вычитания. И, соответственно, мы видим те уникальные ключевые слова, которые есть у NVIDIA, но нет у Eldorado. На самом деле, это как раз для прианализе конкурентных доменов, это то, что нам надо. То есть, посмотреть, где в поисковой выдаче, возможно, нас нету, и нам, то есть, надо заняться этим. Мы можем легко экспортировать все данные, да, то есть, я показываю, вот у нас есть разные форматы. И, на самом деле, таким образом мы можем, соответственно, посмотреть, как, да, уникальные слова по органической выдаче, то же самое я ставлю сейчас AdWords. И мы видим уникальные, да, ключевые слова NVIDIA в AdWords, которых нет у Eldorado. Соответственно, предлагаю дальше перейти к следующему варианту работы в SimRussia. Например, хочется посмотреть все ключевые слова по, например, первым трем конкурентам. Вот можно их отсюда взять. Соответственно, просто все вот ключевые слова по первым трем конкурентам. Мы, то есть, ставим значок «плюсом», вбиваем сюда следующих наших конкурентов, ставим везде «плюсом», то есть, мы складываем, да, всю органическую выдачу. И, значит, соответственно, видим, что вот всего, да, 188 245 органических слов, если, значит, соответственно, между вот этими доменами, что нам интересно, на самом деле хочется посмотреть те слова, да, между, допустим, к примеру, этими пятью доменами, по которым у NVIDIA, то есть, нет ключевых слов, то есть, у которых у остальных доменов есть, а вот у NVIDIA нету. Мы просто используем фильтр. Соответственно, мы ставим здесь по дворцу, но то же самое, на самом деле, единственное, что здесь надо поставить, естественно, одинаковые значения, то есть, сейчас поставлю у всех органику и, соответственно, ставлю ключевое слово. Так, сейчас пересчитаем, чтобы было одинаково, у всех органика была. И, соответственно, фильтры ставим так, чтобы у NVIDIA органическая позиция равнялась нулю, то есть, значит, что этого ключевого слова у NVIDIA нет. Вот мы видим данные, да, то есть, получается, в совокупности у NVIDIA вот есть таблица, да, в которой мы можем анализировать и смотреть, что мы можем для себя найти здесь полезно. Также можно данные экспортировать, все колонки можно насортировать, можно также применять фильтры, естественно, к любой из колонок. Что здесь интересного? Как бы я предложила дальше обработать этот массив данных? Дальше бы я предложила посмотреть CPC, да, с самым низким CPC, меньше, например, чем 0.1, для того, чтобы, возможно, было бы интересно использовать эти слова в AdWords. Вот видим достаточно объемное количество слов, да, у которых CPC низкий. Единственное, что давайте посмотрим, есть ли слова с достаточным количеством запросов. Нет, к сожалению, мы видим, что при том, при всем, да, что запросов достаточно немного. Хорошо. Предлагаю тогда посмотреть, например, то же самое здесь с CPC, которое больше, чем 0.1, да, и, например, меньше, чем 0.15. И, к примеру, мы, то есть, вот мы по запросам да, фильтровали. Хочу составить дополнительный параметр, я хочу исключить запросы, которые меньше 100 результатов. Собственно говоря, мы видим достаточно недорогие слова, да, которые мы могли либо использовать в своей рекламной кампании, у которых есть какие-то запросы. Ну, дальше можно, естественно, выгрузить это все и уже более детально обработать. То есть, таким образом мы можем, на самом деле, вставляя любые параметры, которые вам нужны здесь, отфильтровать большие массивы данных и выгружать то, что надо. Естественно, это не 100% здесь можно выгрузить то, что совсем-совсем надо, но хотя бы каким-то вопросом исключения, да, и просмотра данных, как бы отсекать то, что совсем нам не надо. Что еще можно здесь делать из интересного? Как еще можно поработать с ключевыми словами? Естественно, к слову говоря, то же самое, да, мы можем сделать по AdWords. И, то есть, на самом деле, единственное, что я здесь предлагаю ставить фильтр, чтобы у NVIDIA не было выдачи, то есть равная единице, и добавить параметр, к примеру, посмотреть ключевые слова, которые достаточно низкий CPC, например, там меньше, чем 0,15. Вот мы видим, соответственно, домены, да, дают какие-то, да, из доменов разные, дают рекламу по, соответственно, этим ключевым словам, вот, в данном случае, вот в таком количестве, в котором видим, здесь тоже можно посмотреть внимательно. Таким образом, что здесь можно сделать? Во-первых, здесь можно добрать те ключевые слова, которые вы, возможно, пропустили, плюс здесь, в принципе, можно сразу же добавить в параметры, исключить ключевые слова, которые содержат, там, например, какие-то, там, например, Эльдорадо, если нам не надо. С другой стороны, мы можем, наоборот, только если, там, то есть, какие-то брендовые слова, да, то есть, в данном случае я имела в виду Эльдорадо, как брендовое слово, но в данном случае мы, наоборот, да, если в ситуации, конкретно, с Эльдорадо, то Эльдорадо дает по ключевому слову InVideo рекламу, то есть, и здесь этот отчет мы также можем использовать для того, чтобы посмотреть, какие конкретно Эльдорадо, да, то есть, с точки зрения Эльдорадо пропустила ключевые слова по связанной с InVideo. Вот, к слову говоря, достаточно интересно. Собственно говоря, отфильтровываем выдачу, смотрим, что есть. Вот такие вот слова Эльдорадо. Так, простите, мне надо, я немножко запуталась, мне надо, так, секунду, мне надо поменять, я смотрела, у меня стоял первый домен InVideo, надо поменять просто, и InVideo поставить. В данном случае, кстати говоря, зато я вполне доказываю, показываю, да, то, что я, мое выражение о том, что Эльдорадо действительно дает рекламу по InVideo, вот, вы можете посмотреть, да, что это действительно так, то есть, Эльдорадо, это интересно. Ну, собственно говоря, поменяв местами, да, мы можем увидеть, что, что, да, вот, такие вот Эльдорадо, да, выдача, значит, равна нулю, и вот, значит, такие вот слова, да, пропущены были по InVideo, то есть, вот, такие вот варианты есть еще. Можно также здесь, собственно говоря, это выгрузить и, например, да, сравнить, то есть, то, что есть, мы даем, да, по ключевым словам, связанным с InVideo, да, то есть, точнее, Эльдорадо, естественно, дает, вот, и сравнить то, что еще есть, и, может быть, выбрать более какие-то, либо добавить, да, либо заменить, тут уже вопрос, как бы, работы непосредственно с AdWords. Что еще интересного можно увидеть в SimRussia? На самом деле, самое для нас, мне кажется, важное, когда мы работаем с конкурентами, это понимать, сколько и каких ключевых слов появляется каждый месяц, вот, просто видеть изменения. То есть, например, давайте, вот, на примере InVideo посмотрим, что у него в апреле, да, у нас база данных собрана за апрель, то есть, мы вообще в SimRussia обновляем данные ежемесячно, чтобы понимать, да, вот, я, к сожалению, пропустила этот момент, хочу сейчас вот сказать, что мы обновляем данные ежемесячно, и, соответственно, чтобы, значит, у нас данные за апрель, значит, сейчас, 1 июня будут данные за май, соответственно, посмотреть, что у нас изменилось за апрель месяц у InVideo. Есть отчет такой, как поисковый, так и в рекламной выдаче, называется изменение позиций. Здесь мы очень легко и быстро видим, какие новые ключевые слова появились в InVideo. Соответственно, да, кликая на новые ключевые слова, мы видим, вот, что появилось в InVideo. То же самое мы можем видеть по поводу изменения позиций в рекламной выдаче. То есть, также новые, да, здесь можно смотреть также исчезнувшие, и также есть поднявшиеся, да, опустившиеся. Сейчас на этом не буду останавливаться, уже не очень много осталось времени. Хочу показать еще один вариант работы по анализу, так скажем, конкурентов непосредственно, когда, значит, мы запускаем какую-то новую, да, линейку продукции или что-то меняем, да, и нам важно сейчас вот прямо следить за конкурентом, видеть его, то есть мы хотим еще и запустить дополнительный AdWords, посмотреть его объявления и, например, видеть вообще по каким тоже, как вообще все это у него происходит. Вот у Eldorado.ru, если мы посмотрим в отчет изменения позиций по органической выдаче, мы увидим, что у него по слову Xbox появилось достаточно много ключевых слов, что говорит о том, что у Eldorado, скорее всего, я думаю, что с вероятностью 90%, что-то произошло, либо добавились, да, товары по Xbox, либо он как-то изменил, да, свою SEO, да, по отношению к именно этому товарной группе. Что вот сейчас вот, я думаю, что если мы будем считать, что у Eldorado только появился товар Xbox, то ему надо понять, в каком объеме дают его конкуренты рекламу по Xbox. То есть здесь мы вставляем слово «содержание Xbox», да, мы находимся в выдаче рекламной, и смотрим, что есть у конкурентов по Xbox. Вот, соответственно, у его первой пятерки конкурентов вот такие вот ключевые слова есть по Xbox. Здесь предлагаю посмотреть, например, вариант слова с достаточно большим уровнем конкуренции. Так, ну, давайте посмотрим, вот, например, купить Xbox Москва. Что мы, значит, что мы должны здесь посмотреть, как мы должны перейти в отчет непосредственно по объявлениям. Мы видим по Keyword здесь какие-то данные, да, здесь мы можем тоже переходить, естественно. Нам надо опуститься ниже и перейти на отчет по истории дворца. Вот здесь вот за последние 12 месяцев мы видим, собственно говоря, кто по этому ключевому слову рекламировался. Ну, я думаю, что нам интересно посмотреть, например, историю, как это делает Wikimart, потому что это один из наших конкурентов, и он по сей день дает рекламу. Вот мы видим игровые приставки Xbox 360 выгодно на Wikimart. Соответственно, он предлагает, вот, тоже доставку здесь пишет из одних из call to action, да, призывов к действию, и то, что у нас выгодно. Соответственно, вот такой вот, да, вариант рекламы. До этого давал также еще и M-Video одно, но я не знаю, по каким-то причинам он отказался по этому ключевому слову давать рекламу. Может быть, это было для него неэффективно. Ну, и так далее мы можем просмотреть, соответственно, что делают наши конкуренты. Здесь и делали. То есть получить какой-то опыт. То же самое, то есть мы можем также всех пройти. Вот, например, еще открою связного. Ага, здесь нету выдачи у меня. Ну, давайте откроем еще кого-нибудь, посмотреть, например, да, вот еще у Микки Марта достаточно много здесь. То же самое, да, идем в отчет по AdWords. И смотрим, значит, здесь история тоже изменений. Вот, кстати говоря, по вот этому ключевому слову M-Video тоже у Микки Марта достаточно много рекламы. Вот, соответственно, к слову говоря, она полностью совпадает с этой. Хотя ключевые слова немножко разные, но при этом полностью совпадает реклама. Благодаря вообще СемРашу можно решать разнообразные проблемы, да, и, в общем, это делать очень быстро. То есть то, что сейчас я вам показала, да, на самом деле, чтобы получить такой объем данных, их анализировать, мы должны, я думаю, потратить были, ну, около, я думаю, что если собрать рекламную выдачу, то, я думаю, что около 4-5 дней вместе с анализом для того, чтобы понять вообще, как ведут себя наши конкуренты. В общем и целом, на самом деле, на этом, наверное, я хочу закончить свой доклад, потому что уже подходит время к концу. Последним хочу предложить вам воспользоваться промо-кодом на 2 недели в СемРА, для того, чтобы самолично посмотреть своих конкурентов, посмотреть те данные, которые я показывала, воспользоваться сервисом. Вот, соответственно, в данном случае вы просто берете URL, который вбит в поле промо-код, да, в квадратик, и его используете. Вот, это совершенно бесплатно, собственно говоря, очень вам рекомендую. Однако, если, естественно, вы выберете вариант использования бесплатных сервисов, да, и прохождения их руками, то это, естественно, ваш выбор. И я, лично я, да, как специалист по интернет-маркетингу и автоматизации, мне кажется, это несколько уже, наверное, устаревшими методами работы, но, возможно, для кого-то, у кого есть временной ресурс для того, чтобы это делать, это, я думаю, допустимый, а может быть, и наилучший вариант работы с конкурентным анализом. Хочу поблагодарить всех за внимание. Если есть у кого-то какие-либо вопросы, то с удовольствием готовы их выслушать. Да, спасибо большое, Александра. У наших слушателей очень много вопросов, и первый вопрос, в очередь, который интересует, когда Семраж будет выводить статистику по Украине? Вопрос сложный. Семраж работает в Азон-UA. На самом деле, сейчас мы ставим для себя более приоритетную задачу сбор Яндекса. Мы хотим добавить статистику по Яндексу, и это для нас на самом деле сейчас первоочередная приоритетная задача. У нас сейчас есть несколько проектов разработки, это бэклинки, потому что сейчас в том состоянии, в котором они находятся, они не свежие, и мы их хотим привести в состояние свежих и постоянно обновляемых. Плюс у нас есть проект по обновлению данных ежедневно, и он уже находится в стадии завершения. Сейчас по штатовским базам данных он доступен в режиме бета-версии, то есть можно на него даже перейти. На сайте есть кнопочка на всех отчетах live, и можно посмотреть. Мы буквально планируем в ближайшее время запустить это на всех базах. По поводу Украины, наверное, даже не знаю, в следующий год, я думаю, что... То есть мы рассматриваем это опять-таки как вариант развития сервиса, естественно, но пока что в ближайшее, прям ближайшее будущее я этого не вижу. Спасибо большое. Следующий вопрос связан тоже с работой Google и Bing. Семраж работает только с базами Google и Bing. Что это связано? Семраж ориентирован только на западных клиентов в первую очередь? И да, и нет. На самом деле, почему да? Потому что действительно, не буду скрывать, это правда, что Семраж нацелен был изначально на штатовский рынок. И, в общем-то, основное, так скажем, количество наших клиентов действительно находится на штатовской территории. Но за последние полгода мы сильно пересмотрели, наверное, нашу политику. И, как я повторюсь, добавление Яндекс, это... Я не знаю. Я думаю, что это будет новое начало Семража в РУ-зоне, в русскоязычной Google-выдаче. И сейчас мы активно участвуем в разнообразных конференциях. Я недавно выступала буквально на спике. Наш SEO-компания Олег Щеголев тоже активно участвует в конференциях. Мы стараемся быть более активными на РУ-маркете. Спасибо. Наших слушателей как раз очень интересовал Яндекс. Следующий вопрос. Просят вкратце, может быть, сравнить свой инструментарий Семража с другими инструментариями, спайвордский, коллектор. По поводу спайвордс и это все. Хорошие инструменты, вне сомнения, момент только в одном. В том, что в объеме данных, которые мы отдаем, и в том, насколько давно существуют инструменты на рынке, и какой полный инструментарий ШРО предоставляет. То есть сейчас на данный момент у нас, наверное, сервис предоставляет наиболее автоматизированно глубинный объем инструментария для анализа ваших конкурентов. То есть именно находясь на сервисе. Плюс, естественно, объем данных, то есть именно количество ключевых слов как по рекламной, как и по органической выдаче, и, наверное, опыт. Я думаю, что поскольку как спайвордс, так и все, это сервисы, которые, если я не ошибаюсь, они запущены в 2012 году, то есть достаточно сравнительно недавно. При этом, опять-таки, те объемы данных, которые мы предоставляем, и которые предоставляют наши конкуренты, они немножко разные. Но при этом я хочу сказать, что от этого их полезность не уменьшается. То есть с точки зрения получения каких-то, может быть, не глубинных, а каких-то более поверхностных данных, они также подходят. То есть вы можете также их использовать. Спасибо. Следующий вопрос. Сохраняется ли история анализа в СемРаж? Да. Мы храним историю запросов как бы с точки зрения здесь двух моментов. Во-первых, с точки зрения мониторинга нашей системы, то есть для нас, да, мы понимаем, если у нас что-то случается с технической точки зрения. Во-вторых, с точки зрения того, что бывали такие ситуации, когда с точки безопасности компании, когда какой-то из сотрудников использовал СемРаж в своих целях, да, или какие-то выгружал данные, я не знаю, там, которые были с точки зрения компании, да, не распространяемые в этом случае, да, то есть компания к нам обращалась и просила как бы отдать историю запросов. То есть мы храним ее на своей стороне. Спасибо. Следующий вопрос. СемРаж парсит текущую выдачу AdWords или он копит базу и все аналитические отчеты строятся на основе готовой базы данных? Мы собираем данные ежемесячно, отдаем, показываем с текущего месяца за последние 12 месяцев. То есть, например, сейчас в июне будет выкладка данных, соответственно, мы будем показывать за последние 12 месяцев с июля, ой, получается, с мая. То есть мы в июне майские базы выкладываем. Мы, естественно, каждый месяц обращаемся к базе данных Гугла, смотрим, что там происходит, собираем данные и отдаем вам. То есть мы не являемся агрегатором эстетических данных с этой точки зрения. Мы поставляем свежие данные. И при этом, как я говорила по поводу live-баз, то есть баз, который обновляется ежедневно, то есть мы вообще хотим перейти на ежедневные обновления данных. То есть у нас такой план. Надеемся это выполнить, я думаю, к четвертому кварталу 2013 года. Да, это будет интересно. Наших слушателей интересует, когда вы начнете в полную силу работать с Яндексом. Если я говорю о том, что мы запланировали в четвертом квартале 2013 года полностью перейти на ежедневные базы данных, то, соответственно, у нас освободятся люди, команда программистов, которые смогут заняться Яндексом. То есть если мы займемся в четвертом квартале 2013 года, будем так прогнозировать, к примеру, Яндексом, то в течение трех месяцев, я думаю, что мы уже выпустим на обозрение наших пользователей, в таком случае точно в бета-версии базы данных Яндекс. Спасибо. Еще вопросы. Можете ли посоветовать какие-то инструменты по Яндексу, кроме Wordstat? Я не являюсь экспертом в Яндексе пока что, потому, наверное, не буду отвечать на этот вопрос. Если не обрадаешь, мне кажется, достаточно профессионально и экспертными знаниями, то лучше промолчать. Сколько это чудо 7Rush стоит? Так, у нас подписка стоит в месяц 70 долларов. Соответственно, будем точнее говорить 69 долларов 95 центов. Соответственно, столько стоит наш сервис. Спасибо. И много очень вопросов про промокод. Наши слушатели не очень хорошо поняли, куда вводить, до какого срока. Ага. Значит, промокод, я не знаю, как-то, может быть, мне его кинуть в общий чат? Ссылка. Да, можно кинуть в общий чат. Сейчас, секунду тогда, буквально. Так, вот, просто вы его кликаете на него, он открывается в браузере, и вы его используете. То есть это уже как бы ссылка на активацию промокода. То есть там он автоматически уже вбит. Вот, и вы просто нажимаете кнопочку регистрация, я могу. Вот, и, соответственно, после этого, если вы не задействованы еще на Симбраши, то у вас активируется промокод, и у вас есть недельный доступ до, я, по-моему, до 31 мая. Сейчас, если это, сейчас, секунду. Я пока смотрю, вы мне задавайте другой вопрос, я сейчас вот прям точно скажу. Дата окончания 31 мая 2013 года. Хорошо. И по поводу оплаты вопрос, когда процедуру сделают проще и заточат под российский рынок. Что значит, у нас есть, просто, у нас совсем понятная процедура проще. У нас можно заплатить в AppMoney, к примеру. У нас можно заплатить через PayPal, у нас можно заплатить через карточку. Но мне казалось, что самый расхожий вариант – это оплата через AppMoney. невозможно. У нас не очень там крупно это, да, как-то нарисовано вот на платежной системе, то есть когда вы переходите платить. Но просто я не знаю, кто задавал вопрос, если может пояснить, чего не хватает, я была бы очень рада, потому что мы хотели бы быть ориентированы, естественно, на наших потенциальных покупателей и текущих, потому хотелось бы понять, чего не хватает. Спасибо большое, Александра. Я думаю, на этом можно закончить, потому что мы не укладываемся по времени. Да, я, к сожалению. Да, слушатели еще просили ссылки на инструменты, которые вы показывали. Ага, сейчас, сейчас, да, естественно. Тогда, если вам не сложно, в чате, там есть еще несколько вопросов к вам. Будем благодарны, если вы на них ответите. А в чате, да, мне искать их? Да, в чате. Хорошо, ищу. Все, не за что. Спасибо вам большое за внимание. Хорошего дня, всем желаю. Спасибо. Сейчас мы делаем пятиминутный перерыв, а затем наш вебинар продолжится. Андрей Иванович из компании Neuron, который расскажет, как увидеть успехи и ошибки в рекламе конкурентов. Ждем вас через пять минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое Александре Тачаловой из 7Russia. И сейчас переходим к следующему докладу. Он нам презентует Андрей Иванов, компания Neuron. Андрей нам раскроет тему, как увидеть успехи и ошибки в рекламе конкурентов. Андрей, сейчас мы включим вам микрофон. Андрей, вы нас слышите? Андрей, я просто пока не уверен, как работает микрофон. Хорошо ли все слышно? Андрей, сейчас вас отлично слышно. Андрей, значит, можем начинать? Андрей, сейчас видно вашу презентацию. Первый лайк. Андрей, я вот тут экран расшарил и вроде бы как все видно. Да, сейчас видно в презентацию. Вы можете прямо у себя на компьютере листать слайды и будет видно. Андрей, то есть, если я, допустим, даже на веб-браузер буду проходить, то это все равно будет отображено на экране. Можно между любыми окнами ходить. Андрей, да, если вы установили ShareMyScreen, а не ShareMyPredent. Андрей, да, все установил. Андрей, да, отлично. Тогда будет все видно. Андрей, ну вот, например, сейчас на браузер видим? Андрей, сейчас видим браузер. Андрей, а вот сейчас вот PowerPoint. Да, PowerPoint. Ага, ну тогда отлично. Все, можно начинать, да? Начинать, да. Спасибо большое. Так, здравствуйте, господа. Вот, меня зовут Андрей Иванов. Компания Neuron.ru, город Казань. Тема доклада «Как узнать ошибки, успехи конкурентов и вообще, что можно узнать, наблюдая за конкурентами в поисковой рекламе». Самый короткий ответ на этот вопрос, он как-то чисто по-русски, традиционно состоит из трех букв. Все. То есть, все можно узнать, но в каждом конкретном случае нужно хорошо понимать детали. Что вы наблюдаете и с какой целью? После доклада Александра Тачалова и Сем Раш, я вот чувствую, что в двух словах хочется описать ситуацию в целом. Вот типичные задачи конкурентной разведки. Вот, первое, получить список ключевых слов и фраз конкурента. Вот, решение этой задачи очень сильно экономит время, по крайней мере, в разы, по сравнению с необходимостью изучать Wordstat, Яндекса и другие сервисы для работы с ключевыми словами. Вторая задача – оценить эффективность рекламной кампании конкурента. Если вы еще новичок какой-то ниши, то, по крайней мере, задает ориентиры, на какие показатели можно, так сказать, равняться. Плюс, еще в расширенном виде, эта задача выглядит так, как определить своих конкурентов, будь то все, будь то контекстная реклама. Третья типичная задача – это найти успешное решение, фишки конкурентов и творческие переработки, так сказать, применить их в своей рекламе. И четвертая – это, ну, еще, соответственно, найти ошибки конкурентов, чтобы избежать их. И четвертая задача – оценить бюджеты конкурентов, помогает укрепить дух и морально подготовиться к расходам на рекламу. Количество же нетипичных задач, учету совершенно не подается, их слишком много. Но вот все эти задачи реализуются при помощи достаточно стандартного и не очень-то большого набора данных. Для анализа нам необходимо узнать, во-первых, что и как предлагают конкуренты, каковы тексты их объявлений, когда они предлагают свои товары и услуги, в ответ на какие поисковые запросы, в какое время, в каком городе, на каких позициях располагаются их объявления, то есть, что они предлагают. И наиболее интересная задача – насколько удачно все это у них получается. Кликают ли пользователи по объявлению конкурента, сколько и какие. Я знаю всего три способа, чтобы попытаться эту информацию выяснить. Первый, самый достоверный – это взломать статистику конкурентов и на все взглянуть его собственными глазами. Шутка, конечно. Хотя говорят, иногда некоторые люди так умеют делать. Второй способ – это наблюдать за поисковыми системами. Парсинг. На этом принципе основаны сервисы 7Rush. Вот доклад Александр Тачалович, что только что прослушали. И SpyWords. И третий способ – это наблюдать не за поисковыми системами, а наблюдать за действиями самих пользователей. Вот по этому пути идем мы. Сервис, сад, серву. Делается это с помощью Toolbar. Давайте покажу. Вот перед вами страница результатов поиска. Это выдача по запросу. Большинство нужных нам данных для анализа уже находятся здесь. Видно, соответственно, что спросили поисковую систему Яндекс. Видно, что запрос был заказать пиццу. Видно, что ответ был отдан город Казань. Видны рекламные объявления, которые были в результате. Даже если поисковик опрашивается роботом, то уже можно привязать к поисковому запросу и домены, и тексты объявлений, и рекламный блок, и позиции. Но если мы наблюдаем не за поисковиком, а за пользователем, мы, во-первых, имеем возможность верифицировать запрос, то есть, что запрос задан именно человеком, а не пользователем. Это позволяет также уточнить частоту запроса. Во-вторых, намного лучше верифицируем регион, потому что парсинг из более чем 3-4 тысяч регионов, которые таргетируют поисковую систему, задача совершенно непростая. И самое главное, да, в-третьих, конечно, привязать вопрос пока времени, то есть, посмотреть распределение запросов по часам. И в-четвертых, самое главное, мы имеем возможность наблюдать за выбором пользователя, то есть, отследить ссылку, по которой он кликнул. Вот. Та же страница. Это скриншот из моего браузера. Вот здесь, в правом верхнем углу, вы видите пиктограмму небольшого расширения, которое называется Neuron Shirtus. Вот с помощью него мы получаем эти данные. Так, это расширение бесплатно позволяет, предлагает пользователям несколько очень полезных опций для работы с поисковыми системами, но взамен пользователи дают нам возможность получать неперсонифицированную, то есть, непривязанную к конкретному человеку информацию о поведении пользователей в поисковых системах. Я бы, честно говоря, с удовольствием рассказал об этом проекте много интересного, но времени на такие отступления у нас сейчас нет. Давайте продолжим. Вот образец стандартного лога наблюдений за сайтом. Вы видите, что это сайт Ajondro. Это обычная таблица. Рассмотрим, что находится в каждой строке. То есть, в строке, в колонках находится систематизированное данное по какому-то отдельному параметру. Слева поисковый запрос, далее, в какую поисковую систему был задан, потом регион, дата и время, когда этот вопрос был задан, что было показано в заголовке рекламного объявления, что было показано в тексте рекламного объявления, ну, домен, в каком рекламном блоке находилось объявление, на какой позиции в окном оно находилось, и последняя колонка клик, был или не был клик. То есть, таким образом, каждая строка является исторической записью о показе, ну, так называемого кванта поисковой рекламы, одного показа рекламного объявления в результатах поиска. Таубар у нас сегодня установлено примерно 350 тысяч пользователей, это достаточно серьезная выборка, и поэтому вот таких строк, таких записей о рекламе у нас в сутки набегает несколько миллионов. Ну, по крайней мере, в Яндексе, в выдаче Яндекса мы таргетируем уже свыше 200-250 тысяч доменов, которые там рекламируются, и для каждого имеется определенное данное. Понятно, что, обладая такой информацией, совершенно несложно делать необходимые группировки, и для любого интегресующего домена увидят фактические данные наблюдений, то есть тексты и частоты его поисковых запросов, тексты рекламных объявлений, позиции рекламных объявлений, регионы показов и кликов, количество показов для каждого объявления и количество кликов по каждому объявлению. Эта информация доступна абсолютно любому желающему, и получить видео можно при помощи сервиса от Серву. То есть, вот перед вами главная страница сайта, ну, там есть внизу небольшая ссылка на «Инткейс заказа так называемых исходных данных». Вот мы, когда планировали этот проект, сразу поняли, что все возможные результаты обработки, группировки, исключений запрограммировать в какие-то разумные сроки не сможем, поэтому пришли к выводу, что нужно просто всем интересующимся специалистам, а вот что они обладают хорошей технической подготовкой, отдавать исходные данные в том виде, как их получаем сами. И дальше вы можете просто с помощью этого интерфейса заказать лог наблюдений за каким-то одним сайтом или за группой сайтов, которые вас интересуют, получить данные в описанном формате и дальше либо написать самостоятельно по программе обработки, либо поработать с ними при помощи обычного Excel. Обычно этого уже достаточно бывает для достаточно серьезного анализма. Таким образом, с фактическими данными о конкурентах никаких проблем нет. Проблема, как обрабатывать эти данные. Самый простейший вариант обработки, вы представляете, количество креков делим на количество показов, получаем СТР, наиболее универсальный показатель привлекательности рекламного объявления в газах пользователей. Но сегодня я хочу в докладе подробно рассказать о очень необычной методике. Вот это методика оценки слов и словосочетаний в поисковом запросе на основании анализа полного потока запросов, в ответ на которые показываются рекламные объявления. Предлагаем сегодня в Евронете, пока только мы, насчет мира не знаю, но говорить уникально во всем мире как-то не буду. Вещь очень полезная. Вот именно с помощью этой методики можно определить как ключевые слова и фразы, как наиболее удачное объявление, а также ошибки настроек рекламной кампании. Она применима как для анализа конкурентов, как для анализа собственных сайтов. Давайте рассмотрим такую простенькую задачу. Допустим, у нас имеется какой-то анализируемый сайт, и мы видим поисковые запросы, в ответ на которых показывается его реклама, и видим клики. Так вот, если пользователь кликнул по нашему объявлению в ответ на какой-то запрос, мы считаем этот запрос правильным и складываем его в какую-то отдельную кучку. Если же пользователь в ответ на поисковый запрос не кликнул по нашему рекламному объявлению, мы считаем этот запрос неправильным и складываем его в другую кучку. Таким образом, понаблюдая какое-то время за сайтом, мы получим две кучки и скажите, пожалуйста, будут ли отличаться чем-то запросы в одной кучке от запросов в другой? Правильные запросы от неправильных? Сходу на этот вопрос ответить сложно, но вот есть такая, например, наглядный пример. Это Яндекс, блок спецразмещения, одно и то же рекламное объявление показывается в ответ на два поисковых запроса. Отто Одежда и Беатрис Отто. Как думаете, по какому объявлению будут кликать? Обычно никто не ошибается, все говорят по-первыхому, потому что вот это каталог одежды и запрос соответствует, а Беатрис Отто это писательница. И предложение каталога одежды в ответ на запросы к какому-то конкретному человеку, писательнице, выглядит как-то не совсем релевантно. Но запросы отличаются друг от друга одним единственным словом. Сверху одежда, снизу Беатрис. Таким образом, вот эту нашу гипотезу о правильных и неправильных запросах мы можем немножко расширить. Предположить, что справа в правильных запросах у нас используются какие-то правильные слова, а слева в запросах, в ответ на которые люди не кликают, какие-то неправильные слова. Вы понимаете, что разрывать все слова на отдельные словосочетания и подсчитать частоты, эта задача очень простая. И вот мы, проведя эту операцию, получаем примерно такую вещь. То есть реклама от РО, интернет-магазин в одежде, показывается часто в ответ на запросах, которые содержат вот такие слова. Каталог, магазин, интернет, одежду. И практически не показывается в ответ на запросы, которые содержат слова Беатрис, Гетц, Энгельхарт, Октавиус и другие. Но это в основном справа, вы видите фамилии людей, которых звали или зовут Отто. Понятно, почему там не показывается, не кликают по рекламе Отто в ответ на такие запросы. Ну, понимаете, вот этого сравнения, кликают-не кликают, оно качественно, оно понятно. Но как сравнить два слова? Хоть правильное слово, хоть неправильное слово, может отличаться друг от друга количеством показов. Одно будет встречаться тысячи раз в поисковых запросах, а другое встретится всего лишь один раз. Можно ли каким-то образом сравнить, какой из них важнее, лучше, хуже? Давайте пойдем дальше. Я удалил из обеих колонок слова, кроме двух, и для каждого слова привел количественное значение. Вот левое верхнее слово – каталог. Оно 218 раз встретилось в поисковых запросах, в ответ на которые была показана реклама сайта Отто.ру. И пользователи 78 раз кликнули по рекламным объявлениям Сатто.ру в ответ на эти показы со словом «каталог». Необходимо понимать, что речь идет о показах на выборке. Вот это выборка для сайта Отто.ру, то есть 350 тысяч пользователей, и наблюдения велись в течение месяца. Всего же на этой выборке для сайта Отто.ру было зафиксировано 15 159 показов, кликов 620. То есть CTR рекламной кампании сайта Отто.ру на нашей выборке 4,1%. Теперь давайте посмотрим, что случится, если мы просто исключим из этого расчета все запросы со словом «каталог». Как будто мы просто заменосовали это слово. Понятно, что мы потеряем 78 кликов и 218 показов. И CTR, рассчитанная по новой формуле, будет равен 3,6%. Был 4,1%, стал 3,6%. То есть он упал, причем достаточно резко упал. Тогда что можно сказать о слове «каталог» на основании вот этих данных? Ну, я думаю, что скорее всего все сделают предположение, что слово «каталог» из рекламной кампании минусовать просто никак нельзя. А аргументом вот к этому нельзя будет как раз разница между старым CTR и новым CTR. Именно разница в CTR кампании является очень хорошим показателем важности слова или словосочетания в рекламной кампании. Вот просчитанные эти величины, разница старым и новым CTR для каждого из выделенных слов. Как видим, слова «каталог» и «магазин», если их исключить, это приводит к падению CTR. Если же исключить слова «биотрясываться», это даже приводит к росту CTR в рекламной кампании. Плюс для каждого слова четко просчитаны количественные значения, по которому их можно ранжировать. Еще раз подчеркну, чем больше влияет слово или словоосочетание от CTR кампании, тем оно важнее. То есть, какую бы мы кампанию ни анализировали, всегда мы получим вот это разложение на две группы слов. Слова, которые поддерживают, повышают CTR кампании и слова, которые CTR снижают. Поэтому, когда мы начинаем анализировать кампанию, мы можем обратить внимание на две зоны вот этих списков. Если мы ищем ошибки рекламной кампании, мы, соответственно, анализируем нижнюю часть, самые важные ошибочные слова, которые снижают CTR. Если же мы интересуемся ключевыми словами и наиболее успешными решениями рекламной кампании, мы анализируем верхнюю часть. Вот, в принципе, с теорией мы закончили. Давайте посмотрим, как это все выглядит на практике. Там же есть подпроект, тут подшеркну название ссылки, расположен по адресу PRO. Это такая специфическая, более профессиональная система от все PRO, мониторинг и аналитика поисковой рекламы для специалистов, где можно вот этот вот алгоритм посмотреть живьем, как она работает. Вот один из аналитических интерфейсов. Сайт от TORO. Отчет поисковых слов. Он как раз рассматривается нижняя часть списка поисковых запросов. То есть нижняя часть списка, разложенного по следующему алгоритму. Вот, как видим, самое неэффективное слово, слово, которое больше всего снижает CTR рекламная кампания, это слово кольцо. Можно расширять каждый список и смотреть словосочетание с выбранным словом, двумя словами. Вот, и как видим, здесь самое неэффективное словосочетание, это кольцо олимпийское. Вот, обратите внимание, мы совершенно алгоритмически, мы могли не знать ни языка, ни ниши, ничего, мы знали только сайт, и у нас имеется четкая совершенно методика. Определили, что оказывается, для сайта от TORO реклама этого сайта неэффективна в ответ на запросы кольца олимпийское. Кольца олимпийское. Почему? Ну, для того, чтобы ответить на вопрос, почему, дальше уже автоматики не хватает. Необходимо взглянуть, что это были запросы с такими словами, и какая реклама показывалась в ответ. Но так как у нас вся история записана, то одним кликом по необходимому словосочетанию мы можем получить вот эти вот пары. Обратите внимание на таблицу, которая перед вами. Слева как раз вот эти самые запросы, справа реклама от TORO, которая была показана в ответ. В ответ на запросы об олимпийских кольцах были показаны рекламы бижутерии. Реклама абсолютно не соответствует поисковому запросу ни об одной из группе. То есть отсутствие кликов по ней совершенно понятное. Ну, в сути, потому что это является важной ошибкой. Видимо, количество показов по таким вот несоответствующим запросам достаточно большое. Следующий пример то же самое. Вот, просто сайт другой, Квайлеру. Самое неэффективное слово сайт, самое неэффективное словосочетание с сайта официальной. Если расширим еще дальше, получим самую неэффективную тройку сайта официальной Остин. Получаем список соответствий и видим, что по достаточно большому количеству разных поисковых запросов люди искали официальный сайт Остин. В ответ им была показана реклама сайта от Квайлеру с модной коллекцией Квайлера. Ну, как бы вот такой вот кроссбрендинг, когда реклама одного бренда показывается по рекламе другого, очень распространенное явление. Может быть, как имиджевая реклама это имеет какой-то смысл, но сколько мы не проверяли, на клике такая вещь практически никогда не работает. Следующий пример очень интересный. Это анализ ошибок сайта Иверу. И вот в самые неэффективные слова попали почему-то слова и фразы, которые просто идеально относятся к тематике сайта. Вот Иверу это онлайн кинотеатр. Посмотрите, смотреть, смотреть онлайн, смотреть онлайн бесплатно, в хорошем качестве фильмы. И лишь на вот седьмой итерации появляется слово, которое как бы дает нам намек на наличие проблемы. Это фраза смотреть онлайн бесплатно, в хорошем качестве фильмы 2. Что такое 2? Ответ мы получим опять же, просмотрев пара запрос-ответ. Как видим, вот они слева запросы. При помощи вот этой вот устойчивой конструкции из 7 слов люди ищут сиквелы. То есть это продолжение наиболее популярных фильмов. Ну, таких как, например, термины, совпадающих по названию с оригиналом терминатор 2, перевозчик 2, адреналин 2, хостел 2 и так далее. При помощи, это все, любой список, любой список можно получить в CSV формате и проанализировать уже стандартно в данном Excel. Мы получили этот список, проанализировали, и вот что получилось. Что оказывается, вот этому условию 7 слов одинаковых, а потом некая разная добавка соответствует более 200 фильмов. Вот здесь на экране уместились только фильмы, которые начинаются на букву P, сиквел этих фильмов. А на самом деле использован практически весь алфавит. Как видите, везде реклама, люди ищут при помощи данной конструкции достаточно точный фильм, но реклама предлагает им 65 тысяч фильмов на вебах. То есть точно никогда не соответствует. И в масштабах рекламной кампании всего сайта это действительно является проблемой, которая, в принципе, лечится достаточно стандартным способом. Так, вот еще один сайт. Это лидер сегодняшнего, так сказать, прошлого месяца по количеству показов. Сайт LaModa.ru. Пример нашел буквально вот сегодня. Самое неэффективное слово «час». Если мы кликнем по этому слову «раскроем список», увидим, что самое неэффективное словосочетание «классный час». Если мы получим список пар запросов и ответ, то мы увидим, что здесь очень интереснейшая ошибка. Рекламисты LaModa не учли разницу в словоформах. Часы, которые носят на руке, и час, которые в единственном числе практически не пересекаются по рекламе. И получается, что они предлагают классные часы в ответ на огромную кучу педагогических запросов школьных, когда ищут классные часы по какой-то предметной тематике. Очень большое количество показов по лицам. Ну и если мы перевернем вот этот наш список и начнем изучать верхнюю часть, наиболее важные слова, то мы будем получать совсем другие примеры соответствия пар запросов и рекламу в ответ. Итак, для того же ресурса, который мы уже рассматривали, «Отто.ру», самое эффективное слово, я думаю, оно ожидаемо, «Отто». Самое эффективное словосочетание «Отто.каталог» из трех слов «Отто.каталог 13». И если посмотреть на пары запрос-реклама в ответ, опять же при помощи этого сервиса, то мы увидим, что соответствие рекламы-запрос практически идеальное. И вот правая колонка кликов, это мгновенно отражается в количестве кликов, которые набирают данное объявление по данной группе запросов. Ну, в данном примере здесь CTR практически 30 с чем-то процента. Вот. Также можно рассматривать не только самые эффективные слова, рассчитанные по нашей методике, но и самые частотные слова, то есть и словосочетание, в ответ на которое показывалась реклама, вот, и самые кликабельные. То есть вот синтез вот этих трех методов дает нам достаточно уверенный инструмент поиска как ошибок, так и успеха для рекламной кампании. Честно говоря, меня очень давно интересует вопрос, что, а почему вот подобной диагностики нет ни в Яндекс.Директ, ни в Google AdWords. То, что я вам сейчас показывал, я показывал вам результаты, полученные на основании данных за наблюдение, в принципе, за очень маленькой выборкой. То есть вот если у нас мы наблюдаем за 350 тысячами пользователей, а в Рунете вообще-то пользователей свыше 60 миллионов. Вот. И у Яндекса, и у Google имеется полная информация о том, какое объявление было показано в ответ на какой запрос, и почему пользователь кликнул. Вот. Честно говоря, я не знаю, почему. Может быть, так сложилось исторически, но ни Яндекс, ни Google не показывает нам сегодня полный поток поисковых запросов, в ответ на которые экспонируется объявление рекламодателя. Реально при помощи статистики в Google AdWords есть такая кнопка. Вот. Плюс это можно увидеть в Google Analytics или в Яндекс.Метрике. Но мы видим реальные запросы, только те, которые у нас находились вот в этой правой кучке. Правильно. Только те, в ответ на которые пользователи хоть раз кликнули. Если по запросу не было ни одного клика, он мог показываться десятками тысяч раз. Он не будет виден в статистике. Из этого есть очень забавное следствие. То есть вы, наверное, знаете, что средняя CTR поисковая реклама около 2%. То есть фактически 98% квантов поисковой рекламы, событий, которые я вам показал, информация об одном показе рекламного объявления, остаются практически вне поля аналитики. И я думаю, что вот эта ДРА, она как-то так со временем, в ближайшее время будет активно изучаться, потому что изучать ее очень интересно. Так, у нас время примерно заканчивается. Я специально подробно остановился только на одной методике, потому что ей пока нет ни аналогов, ни описаний. Ее предлагаем только мы. И пользоваться ей может человек, который действительно сумел сопоставить для себя и метод получения информации, и метод ее обработки. Ну, на сайте от СЧПРО есть еще иные аналитические методики, о которых хотя бы кратко стоит упомянуть. Во-первых, есть методика определения конкурентов. Она примерно сравнима с тем, о чем рассказывала Александра Тачалова. Я тут же просто-напросто хотел показать этот пример на сайте того же Эльдорадо. Вот перед вами интерфейс сайта от СЧПРО. Изучаются конкуренты сайта Эльдорадо. Программа просто-напросто, все страницы, в ответ на которые зафиксировано показ рекламного объявления сайта Эльдорадо, считывают рекламное объявление других сайтов, смотрят, какие домены там встретились, и подсчитывают частоту встречаемости каждого домена. После чего выводит вот такой список. Как видим, наряду с сайтом Эльдорадо, для которого на нашей выборке было зафиксировано 12 388 показов в Яндексе, 4 106 раз встретилась реклама сайта Юлмарт.Род, 3800 раз встретилась реклама сайта МВидео, 3433 раза сайта Enter.Род. Ну и так далее. В принципе, любую из этих таблиц можно сортировать разными способами. Можно посмотреть, кто набрал больше кликов на одном и том же поле запросов, по которым показывалась Эльдорадо. Посмотреть по CTR, по количеству объявлений, по регионам, по количеству запросов, то есть в принципе сортировать эти данные как угодно. Так, что у нас там дальше идет? Хочется упомянуть о том, что на CEPRO имеются данные для работы с поисковыми запросами, но там принцип тот же. Программа автоматически может показать вам поисковые запросы, в ответ на которые конкуренты вашего сайта показывали свою рекламу, причем в полном потоке, а вы по каким-то причинам не показали. Плюс система работы с позициями, которая является как бы основой для предположения о том, какие бюджеты, какие ставки делаются у интересующих вас рекламодателей. В принципе, я на этом хочу закончить свой доклад и дальнейшим ответить на вопросы, если у кого-то возникли. Если вас заинтересовал подход и возможность работы с сервисами от CEPRO и от CEPRO, то напишите мне, пожалуйста, по адресу, который у вас на экране. И большое спасибо за внимание. Чисто так по скриптам, но все-таки на одном вопросе я хочу остановиться отдельно. Александра упоминала вот о трех сервисах, Semrush, Spywords и от Все.ру как о конкурирующих сервисах. В части данных они, да, действительно конкурируют, но следует обратить внимание, что ни у Semrush, то есть чем мы, собственно говоря, позиционируемся отдельно, ни у Semrush, ни у Spywords нет информации о кликах пользователей. А для аналитики поведения пользователей, ошибок рекламной кампании, эти данные являются основными. Мы пытаемся развиваться именно в этом направлении. Давайте тогда на этом и обращаюсь. Спасибо за внимание. Вот. И если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое, Андрей, за доклад. Вопросы уже есть. Первые вопросы. Как можно попробовать этот функционал это только платно или есть какой-то демо-режим? Сейчас. Так. Давайте-ка я открою. Экран виден? Да, виден. Очень хорошо. Вот. Над все воспользоваться можно самым простым способом, то есть войти. Так, там все очень достаточно просто. Вбил, нажал на кнопку, в конце будет вот эта вот кнопка «Хочу получить весь список» и вот тут дальше оплатить и получить все запросы. Но сервис от все, он работает без абонентской платы и даже можно и не регистрироваться. Вот. И отчеты там стоят минимальные 20 рублей, максимальные 350. То есть это такой вот сервис как бы микроплатежей, при помощи которых можно получить информацию. Для специалистов наиболее интересно будет вот эта вот, видите, внизу, профессиональная панель логи. Вот. Если мы сюда нажмем, здесь вы можете ввести название интересующего вашего сайта. Я отвернув внимание, одного из гигантов Авитору получить. Вот здесь вот указано, то здесь выдается именно полный лог наблюдений, на основании которого потом мы строим всякие группировки, аналитику и все прочее. Вот. Обратите внимание, строк логи за период с 15 февраля по 16 мая за три месяца. Количество строк логи 1 миллион 4006. Вот основные показатели. Столько показов, потому что каждая строка лога – это один показ. Зафиксировано 24 тысячи кликов, 396 рублей, ЦТР, количество разных объявлений, количество регионов, регионы там все указаны, и количество разных поисковых запросов, в ответ на которые показывались эти объявления. Вот цена этого лога. Это за три месяца. Вот это вот за последнюю неделю. Вот. Сразу хочу предупредить, что здесь нет привязки к количеству данных. То есть если вы ведете не Абит, а какой-то сайт, для которого будет зафиксирован один показ, программа нарисует счетчик на те же самые 300 рублей. То есть прежде чем чего-то оплачивать, надо посмотреть, какое количество данных предлагается в ответ, ну и принять какое-то решение. А вот на «От все про» здесь система немножко другая. Вот. Здесь существует вот эта вот кнопочка «Демонстрация работы». Вот. И введены четыре сайта. «Фортру», «Оттору», «Квеллеру» и «Сбербанк». Вот. Здесь полный абсолютно функционал. Можно пользоваться любыми отчетами. Единственное, что недоступно. Недоступны выгрузки в CSV-таблицы. Для зарегистрированных пользователей они все доступны. Но работать с любыми внутренними интерфейсами можно сколько угодно, бесплатно, в любое время. Вот. Если же интересует приобретение, то вот здесь вот на поле «Узнать где-то условия купить». Это для рекламодателя это 3000 рублей в месяц, для агентства 10 тысяч. Но для агентства мы делаем практически все. Заводим любое количество аккаунтов, выдаем полные данные, поддержка круглосуточная и так далее и тому подобное. То есть счет чисто как аналитический инструмент. Какой еще вопрос будет? Большое спасибо. Следующий вопрос. Аналитика происходит в реальном времени или на основании статистики? Сейчас скажу. Я так сказать в плане посоветую вот этот адрес. Но его можно ввести. Это наш видеоканал. Можно просто в YouTube ввести «Отвсё» или «Отвсё.ру» и получить ссылку на видеоканал, где мы регулярно выкладываем разные методики. И вот тут есть кнопка возможности сервиса «Отвсё.про» для рекламного агентства. Там это описано в ролике. А на самом «Про.отвсё» есть вот на главной странице верхней, как получаем данные на рекламных компаниях конкурентов. Вот здесь вкратце все описано. Сейчас я еще даже словами расскажу. Данные мы получаем каждый день. Но обрабатываем и обновляем базу один раз в неделю. То есть «Отгрейд» идет каждую неделю где-то примерно по вторникам, средам, четвергам. Для «Отвсё.про» период, за который выдаются данные, находится вот видите, в правом нижнем углу. «Отвсё.ру» данные поддерживаются более длинным лагом, чтобы было интереснее смотреть. Там идет за три месяца. И за какой период там выданы данные, можно как раз увидеть вот здесь. То есть когда только будет апгрейд, вот эта вот информация обновится. Вот в реальном времени, чтобы вот буквально какая реклама была показана пять секунд назад, мы пока даже не планируем делать. Но раз в неделю будем обновляться таким же образом. Спасибо. Следующий вопрос. Как уют все со статистикой по Украине? Снимаете ли вы ее? Да. Мы распространяем сейчас тулбары по только пару-нету, то есть по IP-адресам, которые входят, ну так скажем, бывшие по советской пространству. То есть какая-то часть у нас есть для Украины, какая-то часть есть для Белоруссии, для Казахстана. Но так, чтобы конкретно выделить вот, например, покажение какие-то украинские сайты, это мы, к сожалению, не можем. Сейчас пока еще просто-напросто не сделано. Так. Сейчас я попробую показать. Так. Ламода. Отсчет конкурента. Не нашел. Выйти из зима режима. Выйти из зима режима. Выйти из зима режима. Так. Выбор токаут. Выбор тоже. Ламода. Перейти на что-то конкурентах. И, например, поискать конкуренты, которые из Ком.УА. Вот обратите внимание, видите, количество украинских доменов достаточно большое. То есть это объявление украинских сайтов с расширением Ком.УА, которые пересекались по рекламе с доменами сайта Ламода. То есть во все наши расчеты украинские, белорусские и прочие сайты входят. Но вот так, чтобы отдельно таргетировать на регион, на Украину, этого, к сожалению, пока нет. Спасибо. Следующий вопрос. В вашем рейтинге рекламных агентств. Как вы узнаете, кто что ведет? Сейчас. Вот здесь достаточно старая статья. Сайт Neuron.ru. Это у нас, так сказать, базовый. Вот есть главная страница с ссылкой на рейтинг регионных агентств. Здесь описано как методика рейтинга, так описано и способ, как мы получаем данные. То есть мы просто-напросто обошли сначала все сайты, которые мы знали как рекламное агентство и все, что у них сайты сами по себе указывали в разделе портфолио, мы сюда ввели. Но потом, когда рейтинг начал более-менее развиваться, пошла уже верификация данных. То есть многие агентства говорят, что этот сайт не наш, а наши сайты вот эти. И если агентство хочет уточнить свой список, мы это делаем буквально по первому предъявлению. То есть считается рейтинг автоматически, но любые изменения о соотнесении клиентов к агентств производятся вручную по, так сказать, информации, которую предоставляют сами агентства. Марин. Спасибо. Да, следующий вопрос. Не является ли выборкой от тех, кто установил пулбар нейроны кривой? То есть они, проблемные пользователи и не являются в таком случае релевантными? Ну, вы знаете, здесь, во-первых, как производится дистрибуция? Дистрибуция приводится стандартным способом, то есть она идет с помощью подкачки, поэтому что значит, я здесь просто пытаюсь ответить на вопрос, что такое кривой. Если бы мы ставили, например, выборку только на город Москву, это было бы сильное географическое смещение. Или только людям, которые задали запрос, например, пластиковые окна, это было бы смещение по интересам. Она является кривой только в том плане, что у нас в выборке нет, например, панелей в США, Бразилии, в Китае. Мы сосредоточены на свои интересы только по тронетам и советской зоне, то есть еще и ближайшим, так сказать, ближайшим за рубежом. Все, что касается западнета, у нас нет. В этом плане, да, мы кривые. Но русские интересы мы отражаем достаточно хорошо. Проверяли это достаточно простым образом. У нас Яндекс периодически публикует такие вот глобальные данные, какова, например, у них средняя CTR рекламных компаний в директе. Вот как только какие-то такие информации появляются, мы тут же начинаем проверять и высчитывать это вылечено по своим. Вот год назад, когда Яндекс опубликовал данные о их среднем CTR рекламной компании, мы проверили свое расхождение было в сотых долях процента. То есть в этом плане достаточно все репрезентативно. Если возможны какие-то определенные интересы, там, интересы мамочек или интересы любителей каких-то мотоциклов, здесь, конечно, смещение возможно. Но в целом ориентироваться следует не на кривизну выборки, а на ее величину. То есть когда Вы пытаетесь получить данные о какой-то рекламной компании, просто смотрите на количество данных. Если этих данных показов зафиксировано, скажем так, менее сотни, это, естественно, данные недостоверные. Если от 500 до 1000, из этой выборки уже можно что-то более-менее извлечь. Если же у Вас выборка свыше 3-5 тысяч показов, то к этим данным нужно относиться уже вполне серьезно. Еще вопрос? Спасибо. Следующий вопрос такой. Можно как-то отсегментировать статистику, например, анализировать только тех, кто показывался в Директе, и затем отсегментировать AdWords? Эффективность в Яндексе, эффективность в Гугле. Пожалуйста. Вот здесь только Директ, вот здесь только AdWords. Единственное, я сразу хочу упомянуть один баг. Мы пока не различаем Директ и Маркет. То есть для нас это все одинаково. Их можно различать, потому что формат ссылки совершенно четкий. Но просто пока еще руки не дошли, тогда делать и постоять, так сказать, в достаточно близких планах. То есть если, например, Ваша компания рекламируется одновременно в Директе и Маркете, по этим двум, скажем, площадкам, CTR, принципы отбора запросов, там все разное. И смешав вот эти данные, Вы получите коктейль, который анализирует практически нереально. Если компания анализируется только в Директе, то уже все нормально. Спасибо. Учитывается ли в данных позиции объявления? Ведь понятно, что кликов обычно бывает больше в спецразмещении, чем, например, внизу в гарантии. Понимаете, как к этому вопросу стоит относиться? Это обработка исторических данных. То есть были показаны какие-то объявления в ответ на какие-то запросы, в ответ на каких-то позициях. Мы показываем то, что было. Позиции Вы можете анализировать сами. Вот видите, есть отчет позиции. И вот тут вот у нас, так как для Ламода конкуренты не размечены, мы можем просто сначала посмотреть, сколько было показов, сколько было кликов, какой CTR, какова средняя позиция. А потом вот здесь такая оплатка подробно по рекламным блокам. То есть вот Вам история наблюдений за сайтом Ламода. Вот я подчеркиваю нижний правый угол. С 15 апреля по 19 мая в Яндекс.Спецразмещении было 66,380 показов. Средняя позиция в спецразмещении 1,5. То есть вот такая вот на полуторная позиция. В Яндекс.Директе, как говорится, правый блок было зафиксировано 9,593 показов, средняя позиция 1,8. В южном блоке нижнее спецразмещение 72 тысячи показов, 128 показов, средняя позиция 1,6. И та же самая картина идет, видите, вот по разметке гугловскому. Вот сейчас я попробую найти еще какой-нибудь, так вот выбираю отсюда. Жайду в деморабота. Вот и зайду в Fort Roar. Для этого сайта конкуренты у нас размечены. И вот мы можем просто-напросто сравнивать позиции любого из отмеченных конкурентов этой сайта-производителя. Audi, BMW, Chevrolet, Chevrolet, Citroën и так далее. Кто и сколько объявлений на показывал, в каком блоке и на какую позицию? То есть я надеюсь ответил, вот все инструменты для работы с позициями, которые имеются в системе. Вот. Если же этих инструментов не хватает, то можно всегда поступить следующим образом. Прийти вот сюда вот к анализу логов, заказать нужные сайты, получить данные, там имеются данные, вот даже внизу описан формат, вот позиция, на какой позиции идет и в каких числах они там находились. То есть там можно даже делать анализ по позициям датам. Как они там смещались, в какое время. Пожалуйста. Алло. Большое спасибо. Следующий вопрос. Расскажите вкратце про способ сбора семантики с помощью сервиса Мегаиндекс ТОП-30 в связке с Дата Мирон. Еще раз. Дата Мирон? Да, с помощью связки Дата Мирон и Мегаиндекс. Ну, во-первых, связки Дата Мирон и Мегаиндекс никогда не было. Во-вторых, у нас более года был сервис, домашний так сказать сервис для своих, который располагался на Дата Мирон и Мирон. Там были отчеты по запросам, которые сайт набирает из органической выдачи. Там был расширенный такой интерфейс анализа рекламных кампаний. Но это был действительно домашний сервис. Я несколько раз о нем упомянул в различных рассылках. Он был абсолютно бесплатен только для регистрированных пользователей. Но где-то последние месяца два мы отказались от его поддержки, поэтому Дата Мирон сейчас закрыт. Те сервисы, которые там были, мы... Следующие? Да. Да, слушаю. Андрей? Да, да. Да, слушаю. Вопрос такой, можно ли задать выборку по конкретному региону с Яндекс, например, Ставрополь? Только через логи. То есть выбрать... То есть получить лог и отсортировать по Ставрополю в виде региона. Спасибо. Также наши слушатели интересуются, есть ли API, и если есть, то сколько стоит? Вы знаете, у нас этот... Раза три, наверное, уже были разговоры на тему API, но как-то это никогда не доходило до реализации. Поэтому API пока нет и нисколько не стоит. Сейчас где-то в ближайшие три месяца мы опять хотим думать на эту тему, но вот, честно говоря, насколько это выльется в конкретную реализацию, сам не знаю. Большое спасибо, Андрей, наше время уже поджимает. Большое спасибо вам за доклад, за ответы на вопросы. Сейчас мы сделаем пятиминутный перерыв, а затем наш вебинар продолжит Алексей Яковлев, который расскажет про повышение онлайн-продаж, ориентируясь на опыт конкурентов. Большое спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Итак, давайте продолжим. Итак, мы продолжаем наш вебинар. Да, продолжаем. Сейчас у нас будет последний доклад. Его завершит наш замечательный соведущий Алексей Яковлев, который является руководителем Центра дистанционного обучения интернет-маркетингу. Он расскажет про повышение онлайн-продаж, ориентируясь на опыт конкурентов. Итак, Алексей. Добрый день. Сейчас я переключу презентацию. Сегодня тема моего доклада, как представила Марина, повышение онлайн-продаж, ориентируясь на опыт конкурентов. Немножко о себе. Я являюсь автором книг по раскрутке сайтов. Вот вышло четвертое переиздание буквально в мае 2013 года, а также книги по контекстной рекламе, по веб-аналитике и по веб-аналитике. Я специализируюсь на анализе эффективности интернет-рекламы, на веб-аналитике, а также на повышение уровня конверсии сайтов, о чем мы сегодня и будем говорить. Очень приятно выступать с такими компаниями, как Всемраш и Нейрон. Расскажу одну небольшую историю. Мы, как аккредитованное агентство по веб-аналитике, по Google Analytics, ежегодно посещаем саммиты в Калифорнии. И на одном из саммитов сижу, и рядом со мной молодой человек из американской SEO-компании сидит и анализирует своих конкурентов, используя сервис Всемраш. Было приятно. Потом, естественно, с этим молодым человеком мы зазнакомились. Я ему рассказал, что вы знаете, что это российский сервис. Санкт-Петербургские разработчики, так приятно стало. И рассказываю это для чего. Для того, что анализировать конкурентов нужно, анализировать конкурентов важно, и это делают все специалисты, которые профессионально занимаются вопросами интернет-рекламы, интернет-маркетинга, анализируют как рекламные каналы, которые используют конкуренты, так и какие-то трюки, которые используются на самих сайтах. Вот о чем мы сегодня, собственно, будем говорить. В первой части своего доклада я вам дам немножко статистики, за счет каких внутренних факторов можно увеличить онлайн-продажи на сайте, увеличить конверсии на сайте. А во второй части я вам дам конкретные уже кейсы, которые используются теми или иными интернет-магазинами для того, чтобы повысить свои онлайн-продажи. Итак, начнем с первой части, а именно с улучшения внутренних факторов на сайте, как за счет анализа мирового опыта, анализа ваших конкурентов, можно внедрить какие-то оптимальные решения на свой ресурс, который уже давно используется эффективно конкурентами. Итак, если вы посмотрите на статистику, то вы легко найдете данные, что показатель отказов уже в корзине, то есть когда пользователь зашел на ваш сайт, на ваш интернет-магазин, выбрал, его устроила цена, он выбрал определенный товар, положил его в корзину, но по какой-то причине не совершил оплату. Вот этот показатель, так называемый показатель SCAR, он составляет от 55 до 72%. То есть показатель отказа от корзины, показатель выхода уже из корзины. И есть статистика по годам. И тут также вы видите, что где-то от 60 до 80% этот показатель из года в год меняется по данным, которые приведены сейчас на слайде. Однако, не нужно, вернее, нужно знать средние цифры по отрасли, средние цифры в принципе, но всегда идеально анализировать свои конкретные данные. То есть какой именно у вашего интернет-магазина, у вашего сайта показатель отказа, показатель отказа от корзины. Сделать это очень просто, используя те же самые инструменты в App Analytics. Вот я сейчас вам покажу на практике, как это можно сделать легко в инструменте Google Analytics. Для этого мы создаем сегмент, там знаете, есть сегменты, ну расширенные сегменты. Создаем сегмент тех посетителей, которые перешли на страницу карт, то есть они положили какой-то товар в корзину, но те посетители, которые не дошли до завершения оплаты, то есть они не были на сайте завершения оплаты. Создаем такой сегмент, посетители, которые положили товар в корзину, но не заказали. Сохраняем. И в Google Analytics мы видим именно тех посетителей, которые вот по какой-то причине ушли из корзины. Далее этих посетителей, естественно, нам нужно проанализировать, что они делали после того, как положили товар в корзину. Возможно, они какие-то страницы посетили, на которых негативная информация расположена. Возможно, они столкнулись с еще какой-то проблемой. Но это все нужно детально проанализировать. Если это не анализировать, то я вам сейчас дальше на цифрах покажу, какие потери вы можете в соответствии с этим нести, терять. Вот смотрите, опять же, это конкретный кейс. К нам просто очень часто, мы как аккредитованное агентство по веб-аналитике, к нам очень часто обращаются специалисты, которые уже ведут рекламные кампании. Они уже занимаются SEO, контекстной рекламой, другими инструментами онлайн-продвижения. Но говорят, что мы не видим отдачи, мы видим хорошие позиции, мы видим трафик, но мы не видим продаж, мы не видим звонков. Посмотрите, в чем ошибки могут быть и проанализировать. Вот конкретный кейс. Мы видим, сегмент смотрим, посетители, которые положили товар в корзину, 653 пользователя. Средний коэффициент транзакции 0,48%. Количество транзакций было 189 штук. То есть из тех, кто положил товар в корзину, а именно 653 пользователя, дошли до транзакции всего-навсего 189 посетителей. И остальные 464, они ушли из корзины по какой-то причине. То есть их уже все в принципе-то устраивало, но на каком-то этапе они столкнулись либо с проблемой, либо с недопониманием, либо увидели, что срок доставки будет не тогда, когда им хотелось бы, либо что стоимость доставки будет не такая, какая им хотелось бы и так далее. И естественно, можно легко просчитать. Мы вот количество отказов от корзины умножаем на среднюю ценность, то есть сколько в среднем одна транзакция составляет, в данном конкретном случае это составляло в районе 20 тысяч рублей, и умножаем на среднюю рентабельность. То есть понятно, что вот эти 20 тысяч – это не все прибыль. Естественно, есть определенные затраты, себестоимость и так далее. Но мы возьмем среднюю рентабельность около 20%. Поэтому очень легко можно просчитать, что вот в данном конкретном случае потери составляли около 2 миллионов рублей в месяц. То есть вы представляете, что сейчас многие вкладывают в SEO, в контекстную рекламу по 100, по 200 тысяч, по 500 тысяч я видел бюджеты. Миллионные бюджеты вкладываются в контекстную рекламу. Сводится огромный трафик на сайт, но за счет того, что люди не обращают внимания на поведение этих пользователей, что они делают, что их отпугивает, на каком этапе они уходят с сайта и так далее. Потери могут составлять очень неплохие суммы. Если даже немножко, я не говорю, что всех этих посетителей можно вернуть. Нет, не всех. Но практика показывает, что вернуть можно 5, 10, иногда 15%. И вы можете представить, какая уже прибыль у вас дополнительно получится. Только за счет того, что вы что-то измените уже в самой корзине. Значит, есть опять же статистика, почему чаще всего посетители отказываются от покупки, когда товар находится уже в корзине. Я разделил, ну и в принципе деление идет в этом источнике, откуда я взял эти цифры. Это источник Forrester за 2012 год. Там есть деление. Это вопросы, связанные с юзабилити и дизайном, и вопросы, не связанные с юзабилити и дизайном. Поэтому давайте коротко пробежимся. Из-за чего чаще всего посетители отказываются от корзины? Ну, больше всего время обработки заказов слишком большое. То есть, я покупаю какую-то книгу, например, или там ноутбук, а мне пишут, что вы свою книгу или свой ноутбук получите не сегодня и не завтра, а получите только через неделю или через две недели. Я уже думаю, имеет ли смысл мне это ждать и давайте-ка, наверное, я пойду лучше в магазин и куплю. Поэтому 44% это время обработки заказа. Это опять же легко можно отследить на вашем конкретном сайте в системе веб-аналитики, вы увидите, что да, пользователь положил товар в корзину, дошел до того места, где ему показывается, когда будет совершена доставка или когда можно будет забрать товар. И если оттуда идет уход посетителей, то, скорее всего, проблема именно в этом. Дальше. 41% они просто не готовы к покупке, но положили товар в корзину по какой-то своей причине. Может быть, цену хотели посмотреть, может быть, хотели посмотреть, платная ли доставка, или не платная, или бесплатная. То есть, возможно, у вас какой-то информации нету на самом сайте, и посетителям приходится класть товар в корзину для того, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. 27% они просто хотят сравнить цены на разных интернет-магазинах. 25% финальная цена выше предполагаемой. То есть, сначала они зашли на интернет-магазин, их цена устроила, но когда они пошли уже оформлять, какие-то скрытые платежи выползли, доставка, упаковка, еще что-то, и финальная стоимость их уже не устраивает, и они ушли. Это также можно проанализировать, в зависимости от на каком шаге посетитель ушел с корзины. И где-то 24% посетители просто хотят сохранить на потом. То есть, они во время покупки уже думают, нет, наверное, сейчас еще рано, давайте я там завтра, послезавтра оформлю заказ. Значит, и вопросы не связаны с юзабилити дизайном. 14% не хотят регистрироваться на сайте, не хотят оставлять свои данные. 12% сайт запрашивает слишком много информации, я действительно видел сайты, которые чуть ли не паспортные данные заказывают, чтобы там книжку заказать, запрашивают. 11% процесс оформления слишком длинный, запутанный, пользователи путаются и уходят. 11% веб-сайт очень долго грузится, и 10% недостаточной информации, а звонить не хочется, а онлайн-консультанты не у всех на сайтах установлены, и поэтому пользователи уходят. Значит, опять же, иностранные данные, в России я таких данных искал, но не нашел. Возможно, в ближайшее время мы сами такое исследование проведем. Значит, опрос был следующий. Задавали предпринимателям, которые работают в интернете, которые занимаются продвижением своих сайтов, задавали один на тот же вопрос, какие методы повышения онлайн-продаж, онлайн-конверсии вы будете использовать в 2013 году. Значит, 50% из опрошенных, а выборка была, там больше тысячи респондентов опрошенных, 50% сказали, что мы будем использовать персонализацию, то есть персонализацию сайтов. И сюда, вот в отличие от Рунета, в Рунете, ну, мы персонализации сегодня еще и коснемся, в Рунете под персонализацией понимают подстройку самого сайта под интересы посетителей, а если посмотреть зарубежный опыт, то под персонализацией они понимают гораздо более широкие возможности, включая ретаргетинг, ремаркетинг, то есть и персонализируется реклама на сторонних ресурсах. Не только свой сайт персонализируется, но и ту рекламу, которую видит посетитель, она тоже уникальна персонально, поэтому технологии ремаркетинга, она тоже сюда попала, вот в этот процент, 50%. 38% посетителей сказали, что мы будем генерировать гипотезы и проводить сплит-тестирование целевых страниц, куда мы сводим посетителей, с целью выявления наиболее оптимального варианта целевой страницы, который конвертирует наших посетителей и превращает в покупателей. 31% как раз сказали, что мы будем именно персонализировать сам сайт, то есть вот Customer Specific Behavior, то есть подстройка сайта под поведение посетителей. Если пользователь совершил какое-то действие на нашем сайте, то именно для этого пользователя мы перестраиваем наш сайт. Приведу пример. Если пользователь зашел на наш ресурс и подписался на рассылку, значит этому пользователю мы больше форму подписки не показываем. И призывы к действию ему ставим уже другие, потому что второй раз на одну и ту же рассылку он подписываться уже не будет. Поэтому есть инструменты, типа персонайза, который в зависимости от поведения посетителя изменяет сайт. Подписался на рассылку, мы изымаем форму подписки, а вставляем на это место что-то другое. Например, регистрацию на вебинар. И пишем, тем, кто подписан на рассылку, будет очень интересно посетить вот этот вот вебинар. И тем самым совершается вторая уже конверсия, а не останавливаемся только на первой. Значит, 31% сказали, что будут персонализироваться непосредственно целевые страницы, то есть туда автоматически будут вставляться ключевые фразы, по которым пришел посетитель. Ну, как-то будет подстраиваться на основании определенных данных, на основании профиля в социальных сетях, на основании предыдущего визита, первый визит, это вернувшийся посетитель, и на основании этого будет персонализированная целевая страница показываться. Ну, кто-то сказал, что у нас сейчас нет внутреннего поиска по сайту, и мы его внедрим, 29%. Кто-то сказал, что мы будем использовать методы не сплит-тестирования, а многовариантного тестирования. Ну, и 21% скажут, что да, ничего мы не будем использовать, в принципе, нас все устраивает. Буквально пару слов по персонализации, потому что эта тема такая новая, я думаю, что кто-то из вас не знает. Вот как выглядела персонализация сто лет тому назад, все вы узнаете Генри Форда, и в 1912 году он говорит, что в принципе любой клиент может получить автомобиль, выкрашенный в тот цвет, который он хочет, но до тех пор, пока этот цвет черный. То есть вот так работала персонализация сто лет тому назад. В настоящее время, конечно, уже технологии шагнули вперед. Сейчас под каждого посетителя можно персонализировать сайт, и в зависимости от его интересов, от его потребностей, от его поведения на сайте, можно ему предлагать какие-то специальные условия, специальные блага. Ну, примером персонализированных сайтов можно назвать сайт Amazon.com, в России это Ozone.ru, ну и ряд других сайтов, которые используют обычные сервисы. Ну, вот с 2013 года пошел такой бум персонализации, поэтому, в принципе, можете посмотреть. Значит, что это такое? Еще буквально один слайд об этом, и пойдем вперед. То есть каждому клиенту в нужное время, в нужном месте мы показываем ровно ту нужную информацию, которая его может зацепить. На основании каких факторов мы сможем строить такие вот сегменты? На основании поведения посетителей, то есть если посетитель просмотрел определенные страницы, заполнил какие-то формы, то мы выполняем определенные действия. Посмотрел он страницу там с прайсом, то именно на него мы можем под него подстроить какие-то другие страницы, другие баннеры и так далее. Можем использовать историю поиска, историю покупок, в зависимости от того, что он раньше смотрел, что он раньше покупал, мы ему предлагаем какие-то другие продукты. Если он раньше, вот мы на сайте нашего учебного центра тоже настраивали, если он раньше интересовался курсом SEO, в следующий раз, мы знаем, что он уже зарегистрировался и уже его изучил и по какой-то причине вернулся на наш сайт, то какой смысл ему снова предлагать пройти курс SEO, мы ему лучше предложим пройти курс по повышению конверсии. Мы знаем, что да, он уже умеет продвигаться в натуральной выдаче, но поскольку он вернулся, его позиции это устраивает, но хочется повышать продажи, возможно, его заинтересует именно курс по конверсии. Можно брать данные из CRM и анализировать офлайн-активность, то есть связывать инструмент персонализации с CRM-системой, и на основании того, что он делал в офлайне, мы подстраиваем под него сайт. Можно опять же связаться с социальной сетью, если пользователь дает нам согласие на использование своих данных из профиля социальной сети, то на основании этой информации мы можем опять же строить сегменты. Если мы видим, что пришла девушка, мы показываем ей там один рекламный блок, одни заманующие какие-то спецпредложения. Если пришел там молодой человек, мы ему показываем какие-то другие рекламные блоки и другие предложения. На основании его интересов, на основании его географии. Кто у нас сейчас на сайте, кто-то может быть заметил, кто сейчас там с Украины или с Казахстана, если зайдете на сайте seostady.ru, то вы увидите мало того, что цены либо в гривнах, либо в тенге. И кроме того, и мероприятия. Понятно, что никто из Киева, либо из Алматы или Астаны не поедет в Санкт-Петербург или в Москву слушать какие-то оффлайновые мероприятия. Поэтому гораздо логичнее им показать те мероприятия, которые они могут прослушать либо в Алмате, либо в Киеве, что, собственно, сейчас на сайте реализовано и происходит. Значит, по регистрационной информации. Если пользователь оформляет какую-то форму, на основании этой информации мы можем встроить сегменты и совершать определенные действия, показывать им определенные действия. Вот пример такой несложной персонализации на основе исторического поведения. Я зашел на тот же самый интернет-магазин Озон. Он знает, что я раньше покупал книги по веб-аналитике, по контекстной рекламе и так далее. Поэтому в следующий раз он знает, что я интересуюсь именно вопросами интернет-маркетинга и он мне показывает именно те книги, которые меня могут заинтересовать. Они показывают мне все возможные варианты литературы, которые есть в Озоне. По поводу сплит-тестирования. К сожалению, приходится видеть, что в Рунете эта технология пока редко используется. Нам ежедневно приходит на анализ юзабилити, на анализ веб-аналитических инструментов огромное количество сайтов и я вижу, что 74% сайтов вообще не используют технологии сплит-тестирования. То есть кто-то, дизайнер либо директор, еще кто-то, решил, что сайт должен выглядеть именно так, продающие элементы должны быть именно такие и никто даже не думает, работает это или не работает, можно это улучшить или нельзя. А практика показывает, что за счет изменения цветовой гаммы, за счет изменения элементов на сайте, за счет изменения навигации на целевой странице, уровень конверсии можно повысить на сотни и более процентов. Значит, теперь давайте перейдем к конкретной практике. Что именно в Рунете, я проанализировал огромное количество интернет-магазинов, просто коммерческих ресурсов, сайтов и что в Рунете используется для того, чтобы повысить онлайн-продажи. Больше пойдет речь об интернет-магазинах, потому что здесь проще всего увидеть эффект сразу, здесь сразу виден эффект, сколько было продаж до оптимизации конверсии, сколько стало продаж после оптимизации конверсии, что используется. Захожу в интернет-магазин, там есть бесплатная доставка, но бесплатная доставка, она только тем, кто заказал на полторы тысячи рублей и выше. Поэтому я заказываю, например, чехол для Покетбук, а его стоимость 990 рублей. И владельцу магазина выгодно это что? А чтобы я как можно больше товаров заказал. И вот используя эту технологию апсейл, предлагая какие-то дополнительные товары, владельцу магазина хочется как можно больше товаров затолкать мне в корзину. Что он делает? Он мне показывает. А вы знаете, что до бесплатной доставки осталось всего на все 510 рублей? Да, вы можете, конечно, выбрать только чехол, но тогда вам придется за доставку рублей 300 заплатить. А вы можете положить что-то еще на 500 рублей, но тогда доставка у вас будет бесплатная. И я думаю, что ничего себе, зачем я буду 300 рублей за доставку платить, когда я действительно может быть еще что-то положу, и мне хорошо, и доставка бесплатная. И он мне прямо покажет, что до бесплатной доставки осталась какая-то сумма. Очень эффективный прием. Другое. Мы говорили, что в самом начале, моего доклада, я вам приводил статистику и говорил, что большой процент посетителей, они не готовы сейчас к покупке. И вы можете в том же самом инструменте Google Analytics посмотреть, сколько дней до покупки, ну сколько в среднем дней до покупки у вас на сайте. Не все покупают с первого раза, не все покупают сразу же, некоторые хотят отложить товар. Поэтому очень во многих магазинах, я сейчас вижу такую функцию, и кто сейчас не использует, то рекомендую ее внедрить на свои интернет-магазины. Да, прямо в карточке товара вам пишут, что вы можете прямо сейчас не оплачивать, вы можете, то есть в течение 90 дней ваши товары будут лежать в вашей корзине, и вы в любой момент можете вернуться и совершить покупку, а не заново вам не придется набирать все товары в вашу корзину. Значит, другой призыв к действию. То есть здесь как раз обратная ситуация, здесь владелец интернет-магазина хочет побудить, чтобы оплата произошла сразу. Он вам показывает, что да, вот если вы оплатите прямо сейчас, то вот по спецценам ваша общая экономия составит 4400 рублей. Если вы отложите товар, да, вы можете отложить его на 90 дней, все товары останутся в корзине, но если вы вернете через несколько дней, то вам придется заплатить уже на 4400 рублей дороже. Поэтому думайте сами, решайте сами. Поэтому вот эта срочность, это на очень многих как интернет-магазинах, так и собственно на коммерческих сайтах, я это дело вижу. Я захожу на сайт, который предлагает какие-то услуги, он мне покажет, что вот в настоящее время действует акция, 50% скидка, и прямо идет таймер с обратным отсчетом, сколько времени мне осталось для того, что я могу заказать услугу или товар под вот этой опционной цене. И прямо я вижу, что да, 2 часа 34 минуты мне осталось. Я, конечно, могу пойти там пообедать, погулять, приду, но уже буду тогда заказывать данную услугу по совершенно другой цене. Очень многие используют, ну опять же, это вот анализ как раз конкурентов, о чем у нас сегодня вебинар просвещен, чему у нас сегодня вебинар посвящен. Во многих случаях в интернет-магазинах применяют промо-коды. Я думаю, что вы этим регулярно сталкиваетесь с этим. Однако, практика показывает, вот опять же, и сплит-тестирование, это может легко, используя технологию сплит-тестирования, вы можете легко это самостоятельно проанализировать, протестировать. Показывать промо-код нужно далеко не всем. Почему? Потому что если в карточке товара вы показываете промо-код и пользователь видит, что в принципе есть возможность сэкономить, введя какой-то код, огромное количество народу пойдет искать этот код. И вот здесь справа я вам привел пример сайтов, где собираются промо-коды на разные товары. Не факт, что он найдет этот промо-код на одном из этих сайтов, не факт, что он потом вернется к вам, но сама вот эта вот формочка для ввода промо-код она побуждает пользователя идти и искать промо-код и экономить. Поэтому в идеале, вот опять же за счет той же самой персонализации, промо-коды нужно показывать только тем, у кого этот промо-код скорее всего есть. Если пользователь пришел с e-mail рассылки, в которой вы давали этот промо-код, тогда при заказе вы можете показать эту форму. Если вы считаете, что у пользователя скорее всего промо-кода этого нет, то такая форма она зачастую только отпугивает посетителей и побуждает его покидать корзину и уходить с сайта. Далее. Регистрация. Мы говорили, что огромное количество посетителей уходит с сайта, когда их заставляют регистрироваться. Да, я уже положил товар в корзину, да, я уже хочу оплачивать, но мне показывают такую огромную форму регистрации, что я думаю, ой, может быть я не буду это все заполнять, потом мне еще писем будет, куча сладца и так далее. Поэтому в идеале, конечно, делать различные варианты. Во-первых, форму по максимуму нужно сократить, максимум имя, фамилию и то я не уверен, что она вам нужна. Зачастую хватает либо просто e-mail, либо имя и e-mail. И можно поставить точку сгенерировать логин, пароль автоматически. То есть они ввели только e-mail, либо имя и e-mail, а все остальное уже им вы сами сгенерируете и пришлете им на почту. Если вдруг они повторно захотят совершить какую-то покупку, то они смогут воспользоваться уже сгенерированным автоматически логином и паролем. Тогда это их не будет отпугивать. А по данному того же Форестера, 23% посетителей прерывают процесс покупки на том шаге, когда они сталкиваются непосредственно с формой регистрации. Значит, это мы проговорили именно внутренние факторы, изменение которых может положительно сказаться на эффективности на конверсиях. Еще раз повторю, что каждый из этих методов уникален. Для кого-то это работает, для кого-то это не работает. Поэтому в идеале это все тестировать, создаем несколько вариантов целевых страниц, создаем несколько гипотез, проводим сплит-тестирование и определяем наиболее эффективный вариант, что для нас работает именно для вашего конкретного бизнеса, а что не работает. Значит, однако большой вопрос остается к тому, как оптимизировать сайт, это как привлечь целевую аудиторию на этот ресурс. Да, у вас уже юзабильный сайт, очень удобный для пользователей, персонализированный, умный, подстраивается под всех и так далее. Но пока не будет посетителей на вашем сайте, естественно, никаких продаж, никаких звонков у вас не будет. Поэтому необходимо заниматься продвижением. И я думаю, что процентов 80-90 из вас уже, естественно, занимаются тем самым продвижением. Однако, я ежедневно сталкиваюсь, и мне вот преподаватели, которые у нас на дистанционных курсах ведут, на SEO на том самом, ежедневно говорят одно и то же, что люди приходят на SEO-курс или на курс по повышению конверсий, они уже обращались в какие-то SEO-компании, они уже их сайтом занимались, даже уже занимали какие-то позиции зачастую, даже уже привлекали какой-то трафик целевой, но все равно они уходили от этих компаний и там решили заниматься вопросами интернет-маркетинга самостоятельно. Почему? Потому что одних только позиций в поисковых системах далеко недостаточно для того, чтобы сайт продавал, для того, чтобы сайт привлекал звонки. И зачастую, вот если проанализировать, мы тоже очень много это анализировали, выводится сайт в топ, привлекается трафик, но стоимость продвижения по вот этим самым ключевым запросам, она не соотносится с той стоимостью, которую мы, ну, с той эффективностью, которую мы получаем за счет вот этого целевого трафика, который приходит к нам по вот этим самым ключевым запросам, в котором был оптимизирован сайт. И я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда люди заказывают у SEO-компании продвижение по ряду запросов, их выводят действительно в топ, на топовые позиции, но когда начинаешь анализировать, то получается, что на эти же деньги гораздо эффективнее было запустить даже контекстную рекламу, которая является дорогой довольно-таки рекламой, но все равно было гораздо эффективнее запустить контекстную рекламу и получить в разы больше трафика, чем они получили, находясь на каких-то позициях по именно конкретным ключевым запросам. Поэтому к чему я хочу призывать, что оптимизировать сайт нужно, оптимизировать сайт важно, но нужно не забывать о комплексном подходе к продвижению, не нужно зацикливаться только на каком-то одном из инструментов. Ну вот я сегодня ночью делал эту презентацию и не успел ее досконально сюда не обращать внимания, это я просто из нашего коммерческого предложения вырезал слайд. Сейчас мы разберем вот эти две вкладки, а именно по привлечению посетителей, какие методы используются и какие методы используются для увеличения продаж именно с сайта. Все остальное это немножко о другом. Значит, и кто-то еще наверняка спросит, почему вы назвали например там ремаркетинг или персонализацию сайтов эксклюзивной услугой. Я вам скажу так, что вот как раз с Александрой Тачаловой мы общались, с SEMrush, и они ежегодно проводят различные исследования. Вот в сентябре 2012 года они проводили исследование, сколько сайтов в Рунете используют технологии ремаркетинга, то есть возвращают ушедших с сайта посетителей. Вот по данным SEMrush 2-3% в Рунете используют технологии ремаркетинга, поэтому это можно назвать довольно-таки эксклюзивной услугой. Если сравнивать с зарубежными данными, то по данным того же SEMrush это будет уже 20-30%. 20-30% на европейском, на американском рынке используют технологии ремаркетинга. То есть пользователи, посетившие ваш сайт, именно им показывается ваша реклама. Посетитель пришел, положил в корзину, допустим, ремень кожаный, коричневый, совершил, например, покупку, либо не совершил покупку. Потом он ходит по сайтам, по другим сайтам, не по вашим, а где уже установлена реклама либо Google Adsense, либо Яндекс, в российской сети Яндекс, которая участвует. И именно этим пользователям, которые положили ремень коричневый в корзину, мы будем показывать, не знаю, коричневые ботинки. Мы им скажем, что знаете, вот под ваш коричневый ремень очень хорошо подходят вот эти самые коричневые ботинки. То есть вот эта технология ремаркетинга и в настоящее время в Рунете она очень редко используется, но я уверен, что изо дня в день эту технологию, так как она действительно очень эффективная, и в системе веб-аналитики вы это сразу же увидите, многие из вас будут эту технологию использовать. Значит, как можно, какими способами можно привлечь посетителей? И я думаю, что немногие из вас используют все эти техники, но я уверен, что необходимо протестировать все эти техники, выявить наиболее эффективные. В инструменте Google Analytics вы увидите, сколько конверсий, сколько звонков, сколько продаж вам принесла, принес каждый из этих источников, из этих рекламных каналов, и оставляете самые эффективные и убираете менее эффективные. Поэтому, какими способами можно привлекать сайт? Ну, естественно, SEO-продвижение, продвижение в натуральной выдаче, использование инструментов контекстной рекламы в Google AdWords, в Яндекс.Директ, медийная реклама, email-маркетинг очень эффективный, видеореклама. Вот, кстати, мы сейчас с многим клиентом делаем видеорекламу, и практика показывает, что можно привлечь посетителя по ценам около 1 рубля за клик. Если вы сравните с той же самой контекстной рекламой, вот мы сравнили, просто делали анализ по одной и той же тематике, мы привлекали целевую аудиторию с контекстной рекламы, с Яндекс.Директ и с YouTube с видеорекламой. При примерно одинаковом уровне конверсии стоимость контекстной рекламы была около 60 центов, в случае с видеорекламой это был 1 рубль, там 1,1, что-то такое, ну, около 1 рубля за переход, а уровень конверсии одинаковый, поэтому, естественно, вам необходимо выявить самые оптимальные источники и сосредоточиться на них. Реклама в блогах, то есть идете на топовые блоги и договариваете с ним для того, чтобы они разместили какую-то вашу информацию. Создание и ведение блогов на своем сайте или на сторонних ресурсах, там на блог споте и так далее. Чем больше контента целевого вы пишете, генерируете, тем больше целевого трафика, пусть он будет низкочастотный, но это будет именно целевой трафик вы получите. Мы сейчас практически для каждого клиента стараемся установить блок на его сайт и вести и это очень недорогой бюджетный вариант, но позволяет привлечь огромное количество именно целевого такого конверсионного трафика. Организация вебинаров тоже самое позволяет привлечь, ну, организация вебинаров, вебинары можно организовать по разным тематикам, но это позволяет как из клиентов, просто из раздела клиентов их перевести в раздел лояльных клиентов, которые регулярно, регулярно с вашей компанией, регулярно общаются, соприкасаются с вашим брендом и так далее. И побудить их на повторные продажи и покупки. Значит, так, ну рекламу в топовых блогах мы сказали, партнерские программы тоже довольно-таки эффективный инструмент, устанавливается скрипт партнерской программы и устанавливаете вы процент, который вы готовы отдавать партнеру, и вам приводят непосредственно уже целевую аудиторию посетителей, покупателей, и вы своим партнерам платите определенный процент уже с продажи. Продвижение через купонаторы, сейчас вы видите огромный бум, ну, бум самый уж и прошел, но все равно довольно-таки эффективный инструмент через купонаторы, у них огромные базы, и можно давать вот эти скидки, они рассылают по своим огромным базам, и вы за счет оборота совершаете, ну, эффективность растет за счет оборота. Ну, есть огромное количество других инструментов онлайн-рекламы, мы сейчас не успеем их разобрать все, потому что время ограничено, значит, по привлечению мы пробежались. Теперь по продажам. Что можно делать в продажах? В социальных сетях, ну, с одной стороны, это можно отнести к продвижению, но с другой стороны, я вижу на практике, что многие даже не создают теперь сайты, а пытаются, и эффективно у них это получается, они совершают продажи, не выходя из социальной сети. То есть они не побуждают посетителей выйти из социальной сети и перейти на ваш сайт и там что-то купить, а они совершают продажи прямо там в социальных сетях, побуждают их, посетителей, участников обсуждения общаться и совершать определенные транзакции. Продающий копирайтинг. Да, вы уже свели посетителей на сайт, уже у вас огромное количество посетителей на сайте, но в зависимости от того, насколько продающие у вас тексты, насколько они побуждают посетителей совершить конверсию, вы совершаете продажи. Ремаркетинг, уже рассказал, посетитель зашел на ваш сайт, по какой-то причине он не совершил покупку и мы его потом преследуем. И возникает такой эффект, как будто вы выкупили всю рекламу. То есть куда бы он ни пошел, он видит вашу рекламу. Вот мы сейчас, мы вначале говорили, что мы сейчас организуем конференцию по веб-аналитике, по повышению конверсий, conversion.conf. И будем по базе конференции Speak крутить через ремаркетинг рекламу. То есть те посетители, которые были на сайте Speak, а это именно наша целевая аудитория, именно они будут видеть нашу рекламу в рекламных сетях. Персонализация сайта. Опять же уже затрагивали эту тему, когда сайт подстраивается под каждого посетителя либо под сегмент посетителей. Есть инструмент personize.com. Вы можете там зарегистрироваться совершенно бесплатно и проанализировать. Мало того, что он позволяет анализировать телефонные звонки, там есть своя система внутренняя веб-аналитики, позволяет анализировать время в фокусе. То есть, грубо говоря, инструмент Google Analytics, он вам анализирует всех посетителей, вне зависимости от того, видел он вообще ваш сайт или нет. Он мог открыть 10 вкладок, перейти на первую, совершить покупку, а на остальные 9 даже не зайти. В системе Google Analytics вы увидите, что данные посетители видели ваш сайт, сколько времени они там провели и так далее. А по времени в фокусе вы увидите, что время в фокусе было ноль. То есть он, собственно, даже вообще не видел вашего ресурса. Поэтому это тоже необходимо учитывать, когда вы делаете какие-то выводы. Изменения юзабилити, и товарные рекомендации. Это мы тоже сейчас внедряем в интернет-магазины. В Озоне вы тоже можете это увидеть. Озон внедрил эту технологию себе уже давным-давно, не из первых. То есть вы выбираете какой-то товар, и вам говорит, что пользователи, которые просмотрели товар, или которые купили этот товар, им также были интересны вот эти товары. С этим товаром чаще покупают вот это. К этому товару лучше всего подходит вот это. Купили ноутбук, вот вам чехол для этого ноутбука. И так далее. То есть технологии увеличения продаж их тоже довольно-таки большое количество. Но еще раз повторю, что необходимо обязательно тестировать. Внедрили какую-то технологию, посмотрели, как это сказалось на уровне конверсии, на уровне продаж. Значит, сейчас время у нас действительно очень сильно ограничено, поэтому если есть какие-то вопросы сейчас, то я готов на них сейчас ответить. Если нету, то пишите в Twitter, на e-mail, звоните по телефону, либо можете найти нас через группу ВКонтакте. Там же, кстати, вы сможете получить видеозапись данного вебинара и всех остальных 34 вебинаров, которые мы проводили в всем онлайн. И еще раз хочу вас пригласить на конференцию, которая состоит 7 июня 2013 года, ConversionCon. Она пройдет в Санкт-Петербурге, в Петропавас отеле. Отличное время, отличная возможность. Приезжайте, кто не из Санкт-Петербурга, приезжайте. Мы можем помочь с размещением. Это как раз будут белые ночи в Санкт-Петербурге. Мало того, что отдохнете, еще и получите массу полезной информации по повышению уровня конверсии по юзабилити, по веб-аналитике. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то готов на них сейчас ответить. Спасибо. Да, Леш, есть вопросы. Первый вопрос. Подскажите по ремаркетингу, если клиент сделал заказ, но не зарегистрировался. Догонять его повторным заказом или на лейдинг-пейдж по регистрации? Если клиент уже сделал заказ, но не зарегистрировался, а как он мог сделать заказ? Да, ремаркетинг. Вопрос про ремаркетинг. Да, я понял, что про ремаркетинг. Он зашел на сайт интернет-магазина, сделал заказ, ему имеет смысл показывать сопутствующие товары, которые именно данного посетителя подходят. То есть, если он посмотрел товар, либо купил товар, ремень коричневый, то хорошо бы, конечно, ему при помощи ремаркетинга показать, я не знаю, коричневые тухли, которые, ну вот я пример приводил, которые отлично подходят под его ремень, которым он интересовался, которым он купил. Следующий вопрос. На слайде говорилось про некие умные сайты четвертого поколения. Что это вообще такое за деление сайтов на поколение? Можешь подробнее рассказать? Да, могу подробнее рассказать. У меня даже слайд, но я его сейчас сюда не стал вставлять, на других мероприятиях показывал. Первое поколение, это, кто может помнит, это в начале 90-х годах строились сайты HTML, когда писался HTML-код, создавалась HTML-страничка, загружалась главная страничка, потом нужно было создать еще дополнительную страничку, опять же создавался HTML-код, версталось все, создавалась еще одна HTML-страничка, две странички связывались между собой и уже две странички клались на сайт. То есть, такой вот, ну, это можно назвать первое поколение. Потом поняли, что это неудобно, это нужны разработчики, если нужно добавить какую-то информацию, это нужно генерировать новые страницы. Стали писать CMS-системы. Bitrix, Umi, Joomla, WordPress и так далее. Когда уже устанавливается CMS-система, все единоразово верстается, необходимо добавить какую-то страницу, какой-то текст. Просто заходили в административную панель, вставляли этот текст, вставляли картинки, сохраняли и вот сейчас все сайты практически работают на CMS-системах. Это было второе поколение. Потом поняли, что, ну, сайт с сайтом, это отлично, но его нужно продвигать. Хорошо бы, чтобы сайт взаимодействовал с социальными сетями. Поэтому начали объединять CMS в социальные сети. Сразу можно было оставить комментарий к какой-то записи через социальную сеть, твитнуть, лайкнуть и так далее. И все его друзья сразу же видят, чем он интересуется в социальной сети, в Facebook, Twitter, ВКонтакте и так далее. Все его друзья видят, переходят тоже на этот сайт, если у них интересы схожи, тоже видят этот сайт и так далее. То есть это уже было третье такое поколение, когда сайт с социальной сетью был тесно взаимосвязан. И четвертое поколение, это вот в Америке с 2010 года этот тренд пошел, в Рунете только с 2013 года. До 2013 года в Рунете только Озон.ру был персонализирован, когда сайт непосредственно уже подстраивается под поведение посетителей. В зависимости от того, что он сделал, сайт под него подстраивается. В зависимости от того, откуда он пришел, его подстраивается, с какого источника. Ну самое простое, что можно сделать, пришел с Яндекс Директ, мы ему показываем один телефонный номер. Пришел с Google AdWords, показываем другой телефонный номер. В зависимости от того, по какому номеру он звонит, мы четко понимаем, какой рекламный канал дал нам звонок и анализируем. Но это самое такое тривиальное, это можно, конечно, без инструментов персонализации это делать. А что-то более сложное, я вот приводил пример с формой. Заполнили форму, мы убираем эту форму, показываем что-то другое. Пришел с социальной сети, мы ему показываем какой-то, я не знаю, купон, который мы в этой социальной сети выдавали. Показываем форму с вводом купона. Пришел из Казахстана, мы ему показываем ближайшие мероприятия, которые состоятся в Казахстане. Пришел с email рассылки, мы ему там еще что-то показываем. Ну то есть сайт подстраивается уже непосредственно под интересы. Видим, что пользователь интересовался какой-то информацией, мы именно ему эту информацию показываем. А вот, кстати, интересный пример. Тоже недавно делали персонализацию. Это сайт строительной компании, но у него такой довольно-таки старый сайт, не интернет-магазин был. И мы в веб-аналитике, в Google Analytics замониторили, что огромное количество посетителей идет по ключевым запросам черепица, там, брас, купить, или стоимость черепицы, там, брас, и копал. И видим, что пользователи, которые приходят по этим запросам, стоимость, купить, цена, у них очень большой показатель отказа. Начали анализировать почему, посмотрели, что да, пользователи попадают на страницы, где есть информация о черепице, но это не интернет-магазин, там нет цен. И чтобы получить пользователям цену, им нужно было перейти в специальный раздел «Прайс-лист», там было несколько прайс-листов в формате, ну, заархивировано в Excel, в Excel-файл, заархивированные. Нужно было загрузить архив, разархивировать, посмотреть прайс-лист в Excel, найти нужную черепицу им, посмотреть цену. Понятно, что это никто не делал, это очень длительный процесс. Поэтому что предприняли? Сделали, если пользователь пришел по ключевому запросу, где содержится прайс, цена, кост, стоимость, ну, и другим запросам, связанных с ценой. Мы им внизу показываем небольшой попап-окошечка, где выбирается из базы прямо цена, то есть сразу же он пришел по запросу «Черепица, брас, купить» или «Черепица, брас, цена». Значит, цена бралась из базы, вставлялась в это попап-окошечка. Кроме того, в дневное время показывался телефонный номер связи с офисом, в вечернее время показывался e-mail, потому что телефон не работал, ну, в нерабочее время. И была непосредственно ссылка, которая говорила, что вас интересует более детальная информация именно по «Черепице, брас, скачайте конкретный прайс-лист». И ссылка уже не на весь прайс-лист, который там был, а там тысячи товаров, а на непосредственный прайс-лист с «Черепицей и копал» или «Брас». И уровень конверсии возрос на 300, по-моему, 50%. Ну, там, в зависимости от региона и так далее. Показатели отказов тоже, я сейчас цифры не помню, но снижение было колоссальным. Вот это персонализированные сайты, которые можно назвать, наверное, сайтом четвертого поколения. Марина. Спасибо. Следующий вопрос. Да, да. Про персонализацию. Где можно получить рекомендации по составлению ТЗ для программиста для внедрения персонализации? Какие это могут быть скрипты или плагины? Скрипты, плагины можно писать самостоятельно, и мы используем облачные решения. Есть облачное решение Manitate, есть облачное решение Personize.com. Вот мы используем в основном Personize.com. Ну, я сейчас чуть попозже объясню, почему. Значит, по поводу своих скриптов. Я не сторонник, я вообще не сторонник как самописных CMS, так и не сторонник самописных скриптов. Почему? Полная подвязка под разработчика. Написали вам самописную CMS, и мы с этим регулярно сталкиваемся. Приходит заказчик, у него самописная CMS. Говорит, вставь нам что-то. Не вставим мы ему. Мы ему говорим, переделаем сайт только. Потому что, чтобы ему что-то изменить, это у нас программисты, они будут неделю въезжать, что там этот прошлый программист в коде написал. Поэтому я не сторонник как самописных CMS, так и самописных каких-то скриптов. И насчет ТЗ. Опять же, тут тех заданий разработчику, если использовать облачное решение, оно не требуется, потому что не требуется сама непосредственно разработка. Вам необходимо только с маркетологом, с вашим, разработать сегмент и придумать действия, ну вот экшн, там вот в персонале есть сегмент, создаете сегмент, например, сегмент тех, кто пришел из Казахстана и назначаете ему экшн, действия. Те, кто пришел из Казахстана, мы ему показываем ближайшие мероприятия в Алма-Ате. Это именно уже не с разработчиком, а с маркетологом вам необходимо общаться. Какие еще есть недочеты самописных скриптов? Во-первых, вы, ну я уже сказал, подвязываетесь полностью под разработчиков. Во-вторых, никто не знает на какой сервер, ну никто не знает кривизну рук данного разработчика и насколько будет тормозить ваш сайт, тоже вам никто сразу же не скажет. В случае с использованием облачных сервисов, все облачные ресурсы располагаются на быстрых серверах Амазона и они практически не загружают сайт. Вот, поэтому огромное количество дата-центров по всему миру Амазона и сайт не загружается. Значит, по поводу еще, вот я обещал, между Monetate и вот Personize. Monetate, он, ну собственно, все инструменты персонализации делятся на два типа. Первые, которые основаны на алгоритмах, самообучающиеся, и вторые, которые основаны на правилах. Это вот как Personize. В чем, собственно, почему мы выбрали Personize, а не Monetate? И, собственно, ну мы неплохо знакомы с Ивинашем Кошиком, когда мы затрагивали вопрос, когда я в Калифорнии был, узнал о персонализации в 2010 году, он начал мониторить этот вопрос. Я у него спросил, как ты относишься к инструментам персонализации, как относишься к таргетированию на вот вот этим инструментам, к Monetate и к Personize. Он говорит, что, в принципе, вот технология персонализации, основанная на правилах, я к ней отлично отношусь, потому что действительно помогает повысить конверсии многократно и снизить показатели отказа. В случае с персонализацией, основанной на алгоритмах, во-первых, это очень длительный процесс, пока вот эта система обучится. То есть система самостоятельно за счет своих аналитических инструментов обучается. Если пользователь просмотрел вот эту страницу, то, скорее всего, ему будет интересно вот это, потому что там 99% других пользователей этим заинтересовали. Пока эта система обучится, пройдет огромное количество времени. Во-вторых, не факт, что этот робот правильно все проанализирует, и это очень дорогостоящая методика, и сами системы, они довольно-таки дорогостоящие. Если сравнивать эти системы, основанные на алгоритмах и на основе на заданных действиях, то, конечно, на заданных действиях гораздо выгоднее. Та же самая персонайз, он первый месяц вообще бесплатный, даже кредитную карту не надо вводить. Со второго месяца, по-моему, то ли 40, то ли 50 долларов стоит, то есть полторы тысячи рублей, как в ресторан сходить. В случае с системой персонализации, основанной на алгоритмах, там, конечно, уже десятки тысяч долларов, десятки тысяч долларов. Поэтому мы всем нашим клиентам внедряем и рекомендуем внедрять именно системы, основанные на конкретных сегментах и непосредственных действиях, которые к данному сегменту мы рекомендуем соотносить. И, естественно, опять же, анализируем, потому что даже, ну, видно, это сразу же построили сегмент, создали действия для этого сегмента и смотрим, есть рост конверсии по этому конкретному сегменту или нет. По некоторым сегментам есть рост, я вам приводил примеры на 200-300%, а по некоторым сегментам мы и не угадываем. Мы смотрим, что да, мы создали этот сегмент, дали ему экшен, но уровень конверсии упал, показатель отказ возрос. Поэтому быстренько этот сегмент модифицируем. И это во внутренней системе аналитики в том же вот персонализе, это сразу же вы увидите за мониторинг. Да, Марин. Марин, Марин. Да, спасибо. Да, есть такой вопрос. Не будет ли персонализация считаться клоакингом? Что показывать поисковому роботу, если каждому пользователю показывается что-то свое? Хороший вопрос. Мне его очень часто задают. Это не будет клоакингом. По той простой причине, что поисковый робот, он просто, ну, он не обрабатывает же куки, не обрабатывает куки, поэтому он увидит нормальный сайт. А есть там форма, нет там формы, это ему не волнует, он индексирует сайт. Поэтому, собственно, чаще всего же вы что персонализируете? Данному конкретному посетителю вы показываете, я не знаю, там какой-то блок, какой-то баннер и так далее. То есть это не будет клоакингом. Во-первых, как я сказал, просто поисковик не увидит ваш модифицированный вариант. А во-вторых, вы же не делаете это с целью обмана поисковой системы, с целью вставлять туда дополнительные ключевые слова и так далее. Мы специально направляли в Яндекс и в Гугл персонализированный сайт и спрашивали их, не будет ли это вот, ну, мы их не спрашивали, конечно, про клоакинг, мы их спрашивали просто, не будет ли штрафных санкций, они вдоль и поперек шерстили этот сайт, уже непосредственно модераторы говорят, нет, в принципе, здесь нет ничего черного, это не идет, это идет с целью повышения как раз удобства, юзабилити, а не с целью обмана поисковых механизмов. Более того, сейчас сами знаете прекрасно, что в поисковых механизмах используются поведенческие технологии, поведенческие таргетинги, поведенческие таргетинги, поведенческие факторы, извиняюсь, поведенческие факторы, а за счет персонализации поведенческие факторы как раз позволяют улучшить, поэтому наоборот, как они, собственно, и правильно сказали, наоборот, ранжироваться данный сайт будет лучше, потому что у него поведенческие факторы в разы улучшились, увеличились. Поэтому нет, здесь не будет. Спасибо. Следующий вопрос, наверное, может быть последний. Как реализовать тему, чтобы при повторных заходах на сайт предлагать посетителю скидку на товар, забытый или оставленный ими в корзине в ходе прошлого посещения? Через какое время после предыдущего посещения сайта имеет смысл предлагать скидку на оставленный товар в корзине, чтобы люди не злоупотребляли этим? Ну, во-первых, я бы сначала рекомендовал как раз использовать технологию ремаркетинга. Если пользователь что-то забыл купить, то мы его можем туда подтолкнуть. Это первое. Потому что действительно многие же не оплачивают не из-за того, что ему этот товар не нужен, а просто там, не знаю, ребенок закричал, телефон зазвонил, что-то отвлекло, он забыл, отошел, потом кто-то другой пришел, закрыл браузер и все, и транзакций не было. Поэтому, собственно, он потом даже и ваш интернет-магазин может забыть. Поэтому гораздо логичнее ремаркетингом его возвращать. Это первое. Второе. Через e-mail рассылку его хорошо бы возвращать. Если вы его побудили каким-то способом оставить e-mail, почему я и сказал, что в идеале вообще убрать все лишнее, оставить только одну форму с e-mail и ему непосредственно персонализированную рассылку. Кстати, я забыл сказать, что Personize можно совместить с MailChimp и рассылать персонализированные сообщения пользователям по каждому конкретному сегменту. Что касается именно скидки, что касается именно скидки, тут как раз опять же это нужно тестировать, потому что в каждом конкретном случае это разное. Некоторые вообще маркетологи, мы общаемся со многими маркетологами, мы честно с ними взаимодействуем, и они говорят, что ни при каком условии мы скидку не можем дать, потому что это только отпугнет нашу аудиторию. То есть тут какие-то такие рекомендации дать сложно, а тем более сколько времени должно пройти, чтобы ему эту скидку предложить. Это все очень индивидуально. И в любом случае вы можете попробовать дать ему эту скидку, обязательно провести тестирование и посмотреть положительно ли либо отрицательно это сказалось на конверсиях. Тут рекомендации может быть только тестируйте. Трудно что-то другое сказать. Большое спасибо. Слушатели также просят тебя скинуть в чат ссылки на все сервисы персонализации, которые ты перечислил. Да, сейчас прямо отправлю. Ну вот есть Personize.com, есть русская версия, но она единственная, что она только локальная. Personize.ru Это просто входная страница. И есть много видеоуроков. Ну, во-первых, на Personize.ru есть русифицированные видеоуроки по пользованию. И есть на нашем канале YouTube. Вот здесь можете посмотреть. Много видеоуроков по персонализации, по сплит-тестированию, по другим инструментам. Поэтому спасибо. Как раз по времени мы более или менее уложились. Если будут вопросы, то здесь есть мой email. На предыдущем слайде он был. Можете писать. Спасибо, Марина. Спасибо слушателям. Спасибо нашим предыдущим докладчикам, Александре и Андрею. Большое спасибо, естественно, нашим слушателям за то, что пришли, потратили свое время. Надеюсь, все было полезно. И вы теперь будете использовать те инструменты, те идеи, которые мы вам подкинули. Будем благодарны за отзывы о нашем сегодняшнем мероприятии в нашей группе ВКонтакте, в Твиттере. Можете писать отзывы на электронную почту. Следите за обновлениями на сайтах всем онлайн, на seostudy.ru, на seonews.ru. Еще раз приглашаю вас 7 июня в Санкт-Петербург на конференцию по повышению конверсии, где мы весь день будем говорить именно о практиках повышения уровня конверсии. И будем рады видеть вас на наших последующих мероприятиях. Спасибо, до свидания.